Я тогда вам отвечу. Она вопрос такой, чем мне заниматься, чтобы быть полезным в обществе. Вы должны сказать, что вы уже делаете, я тогда из этого буду выбирать. Мне так проще ответить на ваш вопрос. По образованию я как структуру, как образование, как я учусь. Хорошо вам подходит это. Но я понимаю, что здесь, наверное, это неосуществимо. Сейчас я работаю на бобзитах. Как? Бобзитах. С детьми. Работаю людьми. С детьми. Тоже подходит. Тоже подходит. А мы будем учить какие-то наставления, рекомендации? Вы замужем? Хорошо. Давайте я вам дам наставление. Женщина так устроена психика. Вы переводите, да, уже в наушниках. Все слышно? Женщина так устроена психика, что она в социуме не чувствует себя устойчивой, если у нее личная жизнь не имеет глубокие корни. То есть личная жизнь бывает двух типов у женщины. Бывает личная жизнь с подружками в общении. Она чувствует себя очень хорошо, у нее много друзей, подружек. Это тоже личная жизнь. Или второй вариант – это самый лучший – это семья. Да, у женщины есть семья, она успокаивается. Чувствует себя в жизни устойчивой. Это все равно, что как фундамент у женщины. У дома фундамент есть, он устойчиво стоит. Без фундамента дом проседает. Он может накрутиться. Точно так же женщина, она не слышно что-то, не работает. Точно так же женщина, когда у нее нет личной жизни, она неустойчива к жизни. Она метается, она чувствует, что она не удовлетворена. И ей кажется, что она может быть не тем занимается, не той специальностью. Но на самом деле глубокая причина заключается в том, что она не имеет опоры в жизни. Ей нужно на что-то опереться. То есть женщина может опереться только на отношения. Или на близкие отношения с подружками. Должна быть очень дружба большая у женщины с кем-то. Или она опирается на семью. Опора на семью лучше для женщины. Ваша проблема заключается в том, что вы суетитесь. Вы как бы не чувствуете опоры, не вины. Вы суетитесь. Вы думаете, где я могу почувствовать успокоение. На какой работе мне спокойно станет. Но на работе женщине спокойно не становится. Работа для женщины – это развлечение. Спокойство – это что-то глубокое. Допустим, представим, что есть река, допустим, а есть море. Если человек плавает в реке, он не может плавать глубоко. Потому что это река. Но для женщины работа – это не море, это река. Ну, то есть в ней не бывает глубины. Ну, другими словами, на работе деловые отношения такие поверхностные. Они женщину не успокаивают. Не дают ей устойчивость к жизни, потому что там не хватает любви в этих отношениях. Но они дают женщине развлечения. То есть она наслаждается этими отношениями. Она как бы успокаивает. Ну, как бы она чувствует... Ну, как это как творческая энергия в ней проявляется на работе, допустим. Она чувствует себя... Ну, ей интересно там, допустим. Но это не означает, что она чувствует опору. На работе деловые отношения, они не дают женщине опору. Опору дают личные отношения, глубокие отношения. Там есть устойчивость, стабильность. Эти отношения, они надолго, на много лет. Ей это чувство, она чувствует от этого стабильность. Но на работе невозможно создать отношения на много лет. Там нет стабильности. Поэтому женщина беспокоится. Она метается. Может быть другая работа, может быть другая работа. Какая-то мне нужна работа, чтобы мне там было спокойно. Но такой работы нет. Только когда женщина выходит замуж, она тогда идет на работу просто не для успокоения, а для развлечения. Она идет на работу, чтобы отвлечься от домашних дел. Ей там хорошо, она там поговорила, пообщалась, что-то поделала. Пришла домой. Но если она хочет опереться на работу, хочет там найти успокоение, прибежище. Потому что женщина везде ищет прибежище. Где бы, что бы ни было в ее жизни, она везде хочет найти вот это прибежище. Но на работе это невозможно найти. Поэтому вы мне говорите, Олег Иванович, но я и там уже поучилась, и это уж попробовал. Но где прибежище? В личной жизни. Нет мужа, значит, нужно усиливать женскую силу. Женская сила увеличивается в женских отношениях. Вчера одна девушка мне сказала, там внизу, когда мы общались, она сказала, мне здесь очень одиноко, поэтому я не чувствую здесь счастья и успеха. Это правильный вывод, правильный для женщины. Ну то есть одиноко, ну в основном большинство женщин, они думают, что если мне одиноко, значит я должна найти себе мужчину. Но это неправильное решение. Потому что, чтобы найти себе мужчину, надо стать сильной. Одна женщина меня спросила, как мне выйти замуж? Объясните мне, практично. Вот что надо сделать с мужчиной, чтобы он меня взял замуж? Я ей практично сказал, его надо сбить с ног. Как его сбить с ног? Своей силой женской. Откуда берется женская сила? Женская сила берется от отношений с женщинами. Когда женщина чувствует себя счастливой в отношениях женщин, сильной, ее все любят, она окружена любовью, значит она чувствует себя очень сильно внутренним. Это женщины, для женщины это опора. Но если женщина одинока, у нее нет отношений с женщинами, она хочет опереться на мужчину. А на мужчину опереться невозможно. На него можно опереться только когда уже вышла замуж. А до этого он наоборот является причиной неустойчивости. То есть ты в него влюбляешься, привязываешься, теряешь себя. Ты становишься несчастной, замученной, что ты не знаешь, он возьмет тебя замуж или нет. Это неустойчивое положение. Между мужчиной и женщиной идет незримая борьба. То есть мужчина хочет секса, женщина хочет семью. То есть идет борьба, кто победит. Должна, по идее, победить женщина, потому что так хочет Бог, чтобы вылилась семья, чтобы рожались дети. Должна победить женщина. Значит она должна быть сильной, прежде чем с мужчинами делать. Но если женщина слабая, у нее нет никого, она одинокая, она сразу привязывается к этому мужчине. Он начинает пользоваться этим. В результате женщина становится слабой, несчастной, униженной. Она прыгает перед ним на задних лапках. Он не чувствует, что она ему сильно нужна. Вот если бы она была недоступна, тогда это нужно. Я был в центре здесь в Италии в это время, в центре города. И там много красивых мест. Но я заметил, что те места, которые свободно доступны, там никого нет. Но где, если обязательно это труднодоступно, там очередь какая-то, то туда еще и остальные люди идут. Все лезут туда, где труднодоступно. Но если свободно, можно попасть, никого нет. Это работает везде. Поэтому женщина должна быть труднодоступна, она не должна быть свободна. Тогда ее берут замуж. Но она должна быть ценностью. Ценность в человеке – это сила. И женская сила есть мужская. Надо вкладывать в это. Не в работу, туда, на курсы пошла, сюда. Вы в это тратите силу. Надо тратить силу в отношениях к женщине. И это непросто, потому что для этого надо поменять мышление. У женщины психика работает так. Ей надо на что-то настроиться в жизни. На что она настроилась, туда она идет. Если она настроилась на развитие, на деятельность, то она идет в деятельность. Если она настроилась на личную жизнь, она идет в личную жизнь. Но другими словами, можно это представить в виде какой-то определенной эмоции. Допустим, женщина, которая идет в работу, она выглядит так эффектно, сильно, деловая. Ну то есть страшно вообще даже знакомиться с такой женщиной. Что потом дальше будет в твоей жизни, как ты с ней будешь жить. И женщина, которая идет в отношения, она выглядит так ласково, мягко, по-доброму. Не деловая атмосфера, не деловое поведение вообще. Но это другой стиль жизни совершенно. Но на это надо настроиться. То есть она ведет себя очень так спокойно, ласково, по-доброму, со всеми общается. Ле-я-я-я-я-я. Она не делает из себя крутого человека какого-то. И такие женщины больше нравятся. И хочется такую женщину взять замуж. Надо просто понять одну вещь, что чего вы в жизни хотите. Если вы хотите правильных вещей, тогда вы будете успешны в жизни. А если вы хотите неправильных, не будете успешны. Потому что точно так же, как для мужчины настроиться на деятельность, это очень трудно. Ему легче дома что-то поделать, легче еще что-то там. Но только не работать, понимаете. Работать для него это очень тяжело. Это большое, такое серьезное решение надо принимать, чтобы идти на работу. Легче так, знаете, наслаждаться жизнью. Точно так же женщине легче пойти на работу, чем думать о личной жизни. Личная жизнь это зона очень тяжелого мышления для женщины. Ей очень тяжело в это включиться. Но в это надо включиться. Если женщина одна, ей надо в эту сферу включаться. Потому что это для нее основа. Но если она в это включилась, то значит она будет притягивать себя, мужчину. Но еще важно знать, что надо быть сильной. А сила берется от женщин, не от мужчин. Мужчины забирают у женщины силу. Поэтому, когда женщина одна, ей лучше не иметь никаких друзей. Они забирают силу, не дают возможности выйти замужем. Когда женщина одна и общается с женщиной, она все красивее и красивее становится. Но если она общается с мужчинами, она теряет красоту. Она становится некрасивой. Никому не нужно. Прибежище у Господа должны взять все. Но это не является тем прибежищем, которое дают подружки. Прибежище у Господа дает человеку глубокое понимание мира. Это дает сильное чувство собственного достоинства, в принципе. Но сильную позицию по отношению к мужчинам, женщине дает отношение с женщиной. Она, когда с женщиной общается, она становится мягкой, ласковой, нежной, доброй. Но она приобретает все эти качества, которые нужны для того, чтобы понравиться. Когда она общается с Богом, она становится чистой, возвышенной, светлой, мудрой. Но не всегда такое привлекательное. Ну то есть общение с Богом дает очень сильную позицию в жизни. Человек становится в целом очень гармоничным. Но нужна еще привлекательность. Привлекательность женщина получает через общение с женщиной. Ну это то же самое можете понять. Вот допустим, есть мужчина, который... А я никого не виню. Женщины сами часто себя винят. Я просто посмотрел, что цветы упали. На самом деле ничего плохого вообще не произошло. Вам не надо так много ставить. Знаете, вот смотрите, во всем виноват вот этот вот один большой букетик. Его надо ставить как-то отдельно. И лучше всего поставить к стеночке. Вот поставить туда. Вот ведерко поставьте к стеночке прямо. Туда. А перейти на стенку. А потом сначала надо водой залить его, водой залить, а потом уже цветы туда поставить. К стеночке, да. К стеночке. Вот я просто приведу вам пример, который вам будет понятен. Есть мужчины, которые очень сильно верят в Бога. Но они такие отшибленные немножко от людей. Такие они очень возвышенные, чистые. Но замуж не сильно за такого хочется. Но есть мужчины мужественные такие, сильные. Эту мужественность они берут отношение к мужчинам. То же самое. Видите, это вы понимаете, потому что вы чувствуете это. А что касается женщин, женщина не чувствует. Я вам говорю вот так. Следующий вопрос у кого? Можно задавать вопросы? Можно задавать вопросы даже на итальянском. Да? Есть же у нас функция такая. То есть, допустим, переводчик сюда подходит ко мне. У итальянцев есть вопросы ко мне? Вы можете говорить по-итальянски вопросам. Мне прямо человек подходит сюда, будет переводить. То есть, если у вас есть, вы можете спрашивать. У вас есть такая возможность? Хорошо, значит, тогда спрашивайте вы. Да? Понимаю. Я спрашиваю, как мы правильно дадим. Я бы сказал, что ваша информационная информация не может быть. Вопрос задан неправильно. Нужно конкретно задавать вопросы. И вас что-то волнует? Вы спрашиваете по этому. Да. Мне волнует. Мой сын, он 25 лет. Мне кажется, что свои специальности ему нравятся, только когда танк. Чего нравится? Ну, итальянцы, танки. Танки нравятся. Он с вами живет, есть? Муж есть? Нет. Вот, видите, то есть он с мужчинами не общается. Да. Это уже первая проблема. Мужчина с мужчинами не встречается, значит, он становится как растение. Вот. Он не живет, а существует просто. То есть, нужно мужское общение. Если вы хотите ему помочь, отдайте его в какую-то секцию. Пускай развивается. Если вы можете. Да. Что-то сегодня у нас все падает. Такой день. Падающий день. Вот смотрите, если вы не можете на него повлиять, то есть вы ему говорите, я тебе отдам спортивную секцию. Он говорит, а я не буду ходить туда, допустим. Это означает, что вы его разбаловали. Ну, что значит разбаловали? Это значит, что вы сильно привязаны к нему, испытывать счастье от него, сильно любите испытывать счастье от него. Он это чувствует и пользуется этим. То есть, вам надо заняться собой сейчас, вам надо стать самодостаточным. Начать молитву, начать общение с женщинами, начать самой ходить в какую-то, двигаться. Потому что человек энергию самодостаточности получает от природы, от добрых людей и от Бога. У вас замкнутая жизнь, недостаточно наполненная, понимаете? Вы в результате впадаете в зависимость от своего сына. Когда ваш сын чувствует зависимость, то он начинает наглеть. А что это для мальчика означает? Ничего не делать, сидеть, просто смотреть телевизор. Он ходит на работу. Он ходит на работу уже. Он ходит на работу. Отлично. Это уже неплохо. В 2 месяца у него пала с 3-й высоты, у него был цемент, и в 2-й роста был, у нас вообще жил, полностью здоров. Когда это произошло? 16-го года. То есть это произошло где-то месяцев 7 назад, да? 8-й. Это означает, что даже если он жив, то у него однозначно есть в тонком теле изменения. То есть он как бы... Он на стройке работает, что ли? Нет, он работает в саду, как сейчас. Ага. Вот у нас очень боятся высоты. Уже бежит от 3-й раз, когда он падает с такой высоты, то есть как-то опасно. Значит, надо ему начать ходить или бегать. То есть когда человек получает травму, ну даже психическую, нужно, чтобы тонкое тело, а психическое тело должно активизироваться. То есть надо начать бегать или ходить, чтобы восстановить организм. Иначе там вот это сотрясение, которое от падения происходит, оно может потом на здоровье повлиять. Семеновый человек, он работает. Что? Ну вот тем более, видите, это значит, что уже как бы кровопрощение нарушено. То есть здоровья нет, это кажется только, что он здоров. Нужно движение. То, что на велосипеде, это не значит. Это уже хорошо на велосипеде. Это для начала. Лучше, конечно, бегать. Лучше ходить или бегать, потому что на велосипеде человек двигается только частью ног. Очень маленькая часть тела движется. Все остальное застыло, не двигается. Поэтому лучше двигаться всем телом, когда человек бежит всем телом. Можно на тренажерах, там есть еще вот так руки подключаются. Чем больше тело двигается, тем лучше. Вот этим надо ему сейчас заняться. И когда он будет, допустим, километров по 9, может бегать, допустим. Это тогда полностью у него восстановится организм. Потому что кровообращение начинает включаться только после 9, ну то есть вот 9 километров, если человек бегает, у него начинает лечиться кровообращение. А если он это 1 километр, то велосипед, то сам придется на велосипед? Велосипед это в 2 раза больше. И надо непрерывно это делать. Если он, допустим, 10 раз, 9 раз по 1 километру пройдет, это не работает. Надо непрерывно это делать. Тогда будет очищение организма. Цель очистить организм от травмы. Это непрерывное движение должно быть. Спокойное непрерывное движение. Ну, а когда он найдет себя, есть профессия какой-то, что он не знает, чем ему заниматься? Это зависит у мужчины от его волевой активности. Первая стадия у мужчины для того, чтобы ему узнать, чем заниматься, это движение. Любой мужчина должен сначала начать спортом заниматься. Или бегать, или зарядку делать, или йогу там делать, или плавать, допустим. Но что-то он должен начать делать физически. То есть у мужчины сначала включается воля. Ему надо включить силу воли для того, чтобы развиваться. Женщине для того, чтобы развиваться, надо включить сначала творчество. Она должна что-то делать с большой радостью, с большим интересом. Ну, то есть женщина включает творческую силу. То есть она может там даже танцевать, допустим, или петь, или рисовать. Ну, то есть какая-то творческая сила должна включиться в творчество у женщины. И тогда она начинает становиться активной, развитой. В замере, вы заметили, допустим, девушки, которые поют или танцуют, они очень активные такие. Они не отличаются от всех остальных, они такие как бы. И они быстро выходят замуж, то есть им легче создать семью, потому что они активные. Они сильнее остальных девушек. Это так действует творческая сила на женщину. Сила творчества наполняет её красотой. Точно так же на мужчину действует движение. Когда мужчина начинает двигаться, он, это первая стадия его развития, то есть он становится сильным. То есть он двигается, и ему легче жить становится. Он становится сильным, когда двигается. Вторая стадия, когда он двигается, у него появляется волевой импульс. Он становится волевым человеком. У него сила воли появляется. Если сила воли появилась, у него сразу появляется интерес к какой-то деятельности. Эта стадия развития называется хобби. Ну то есть хочется что-то делать интересное для мужчин. Это не интересно, это не значит есть, спать, сексом заниматься. Это не входит в это что-то интересное. На компьютере, в компьютерные игры играть, это не хобби. Это развлечение. Хобби означает работа. Но работа, которая никому не нужна, кроме него. Допустим, он в гараже работает там, или что-то делает, что ему нравится, но это никому не надо. Или, допустим, он устраивается на какую-то работу, и он может только там часть работы делать, то, что ему нравится, а то, что весь объём он не делает, потому что ему это не нравится. То есть он может делать только то, что ему нравится. Эта стадия развития мужчины или женщины называется хобби. И на этой стадии развития человек должен научиться любить труд. Не любить делать то, что нравится, а вообще просто любить труд. И когда человек любит труд, вот он, допустим, удалует задание, он делает с удовольствием, потому что он любит труд. То на этой стадии, когда человек любит труд, то есть хобби постепенно перетекает в деятельность по способности. Что такое деятельность по способности? Это то же самое, как, допустим, если человек любит в лес ходить, он найдет, где грибы, где ягоды там в лесу. То есть он будет разбираться в лесу уже. Также человек, если ему работать, в принципе, нравится, то он начинает разбираться, где ему лучше работать. Вот если человеку работать не нравится, он не поймет, где ему лучше работать, потому что, если человек в лес не зашел, он не знает, где там что растет. Для того, чтобы узнать, нужно зайти в лес. Точно так же, когда человек любит работать, он узнаёт тонкости, где ему лучше работать. И тогда это называется деятельность по способности. В этом случае человек уже может зарабатывать деньги, у него есть возможность зарабатывать деньги, потому что он свои способности включает, становится эффективным. Это по-другому ещё называется эффективная деятельность. Но при этом человек не чувствует счастья, он устаёт на работе, ему тяжело, но деньги есть, вроде бы уже неплохо. Людям тоже нравится, как он работает, он приносит пользу. На третьей стадии мужчина должен развиваться нравственно и духовно, для того, чтобы оторваться от этого желания иметь деньги. Когда у человека появляется желание делать пользу людям, то это называется миссия. Что такое миссия? Это человек делает бескорыстно. Но всё равно человеку нужно есть, пить, дышать, нужна квартира, то есть деньги нужны. И надо знать принцип. Если ты даже настроен бескорыстно, всё равно тебе будут платить. Вот, допустим, ты где-то работаешь, настроен бескорыстно. Это не значит, что тебе не будут давать зарплату. Но если ты постоянно думаешь о деньгах, что давать мне это зарплату, я хочу зарплату, то человек устает от этого. Человек счастлив, когда он думает о том, чтобы всем дарить счастье. Вот он дарит всем счастье, тоже счастливый становится. Это называется деятельность по своей природе. Или миссия человека. Часто родители хотят, чтобы сразу ребёнок начал действовать по своей природе. Пришёл к этой третьей стадии. Это невозможно. Поэтому начинайте с самого начала. Надо мужчину растормозить. Мальчика, мужчину растормозить. Сначала он должен начать двигаться. Должен заниматься спортом. Любая деятельность, любая, может бороться, в волейбол играть, в теннис играть. Но что-то должен соревноваться с кем-то. Должен стать мужчиной, побеждать, учиться побеждать. Движение это происходит. Потом дальше ему он заинтересуется какой-то деятельностью. На первую стадию выйдет. Хобби начнётся. Только потом он будет зарабатывать деньги. Потому что сейчас ему ничего не вернуло. Зарабатывать сразу же тратит, наверное, понятно, что. Потому что он хочет денег, богатство, но не имеет никакой свойства. Ну, все хотят богатство. Просто видите, как бы неразвитый человек, он настроен как животное. То есть он гребёт на себя. Он не хочет никому помочь. Все животные же постоянно что-то копят. Они постоянно бегают там, сустрик во рту себе копит. Вот эти уёб. Больше, больше. Вот. Норки там роют. Все что-то для себя делают. И животные все. И развитый человек тоже как животное живёт. Он постоянно что-то для себя копит. Но это не приносит счастья. Это означает, что он не развит. Он очень сильно находится привязан к себе. Он боится жизни. Если глубоко покнуть, почему-то человек так делает. Он борется за своё существование. Он боится смерти. Думает об этом. Или человек в страхе живёт, или в любви. Чтобы жить в любви, надо быть развитым. Человек, если в страхе живёт, он постоянно думает о деньгах, о самосохранении. Ну, то есть, и он страдает от этого. Но если человек хочет всем дарить счастье, он денег не лишается при этом. Он, наоборот, более успешным становится. Потому что всем это нравится. Вот представьте, допустим, стоит продавец. И он такой, иди ко мне, иди ко мне. Вы не хотите, вы проходите мимо, потому что, ну, это неприятно. А если он, наоборот, как бы радуется вам. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка. Приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Если такой настрой, все придут. Потому что ты любишь людей, ты всем рад. Но если ты, как бы, смотришь на человека. Давай сюда ко мне. Он пойдёт мимо. То есть, человек, который живёт в страхе, он постоянно на себя всё тянет, он никому не нужен. Но всё, мужчина начинает с движения. Он должен стать сильным сначала, чтобы не бояться жизни. Сильный мужчина ничего не боится. Ну, вы мне звоните, мама, а там он мне накричал, хозяин на меня накричал, что я сейчас ему купил пистолет, в общем, как дитё малое. Ну, он дитё малое, нормально. Вот он дитё малое. Вот надо это понять. Мужчина, который, ну, не работает над собой, он как дитё малое. Маме жалуется. Сисью сосёт. Ну, как бы, дитё малое. Если вы хотите мужчине помочь, подарите ему весь мир. Дайте ему пинкап под одно место. И пускай живёт сам. Пока мамка рядом, мужчина не может стать мужчиной. Надо перестать прыгать перед ним на задних лапках. Пускай сам живёт своими силами. Звонит вам, что мне делать с начальником, он на меня накричал. Я не знаю, сынок, ты уже взрослый, сам решай. Всё. Чем больше вы привязываетесь к сыну, тем больше он расслабляется. Это касается вообще отношений с мужчинами, с женщинами. Вот чем больше вы как бы... Ой, сёсё мой, пускай мой хороший, там... Его это расслабляет. Это в какой-то степени надо. То есть мужчина хочет этого, он там устал с работы, какая-то забота нужна. Но если знаете, как бы бывают женщины, которые просто как вулкан такой заботы. Нападает своей заботой, и он такой веселый такой. Всё, он становится растением. Женщина так расслабить мужика может, что он вообще ни на работу не пойдёт, никуда. Всё, он растением становится. Поэтому вы смотрите, если мужика рядом с вами сильно расслабило, то чуть подальше, значит, не надо его женская энергия. Женская энергия как огонь сравнивается. Веды сравнивают женскую энергию как огонь, так огонь. А мужская энергия — это масло. Ну, сливочное масло. Твёрдое. Вот. И если сильное соприкосновение идёт, масло тает. Мужчина становится такой растаявший. У неё нет плотности, твёрдости. Нет никакой женщины его как бы. Она как огонь, это огненная сила. Особенно это опасно именно для детей, потому что мама сильно любит сына всегда. Сильно. Сильнее, чем мужа даже. Она так любит его, и плавит его своей любовью. Он становится такой рядом с мамой. Рядом с папой, наоборот, мальчик становится сильным. Вот, допустим, папа привёл учить ребёнка плавать. Мама говорит, ой, сынок, такая вода холодная. Ты давайте плавать где-нибудь помельче, чтобы не утонуть. Папа говорит, пойдём со мной. Папа говорит, пойдём со мной, не слушай её. Выходит где поглубже, и раз её толкает его в воду. Он такой, а-а-а-а. Всё, начал плавать. Мужчине нужна опасность какая-то, какой-то риск, чтобы жить нормально. Ну, какой смысл вот это всё, защита, забота. Мама мне звонит тоже. Олег, я говорю, да, мама, ты куда едешь? Я говорю, мама, еду на Украину. Ой, там война, не едь туда. Я говорю, мам, ну война в Донецке, я туда давно не езжу. Я еду в Киев. Ой, это опасно. Вот такое мышление. Ну, мама будет всегда мамой, она ничего не поменяет. Вот. Но если слишком много, то Олег превращается в Олежика такого, знаете. Ещё вопросы? Давайте мужчинам тоже, мужчинам дадим слуги. Я ещё раз напоминаю, что те, кто на итальянском слушают, вы можете тоже легко задать вопросы. Вы поднимаете руку, ко мне подходит переводчик сюда, и вы спрашиваете, и он мне переводит, я вам говорю, вы слушаете. То есть это очень легко, не бойтесь, можно с вами общаться. Вот уже пришёл переводчик даже. Можно итальянцам задавать. Здравствуйте, Леонид Иванович. Во-первых, хотел вам сказать огромное спасибо за все знания, что вы даёте нам, за все знания, которые я взял, получил от ваших лекций. Это действительно помогает мне, помогает моей жене в жизни и на наши пути. Вы здесь вместе, да? Да. Вот она моя жена. Да, вас ведь. На следующий месяц у нас 10 лет, как мы уже женаты. Три года назад у вас был тяжёлый кризис в совместной жизни. Да. И по судьбе вы могли разрушить свою семью. Но вы её не разрушили. Да. Молодцы. Спасибо вашим лекциям. Действительно, очень, очень помогут. У меня следующий вопрос к вам. Сейчас у нас начался такой период, когда на нас начали обрушиваться просто со всех сторон. Просто такая атака идёт каких-то не очень таких приятных вещей, которые... Там, например, машина сломалась или ещё что-то. И нужно постоянно думать, как их мешать, постоянно делать. И, например, сделал одно, а на тебя опять два каких-то со стороны навалилось. Что ты просто не понимаешь, как оно может происходить. Вот так оно бывает, да? Ну, это просто... Как бы слишком много. Но в этом году это вообще... Как бы ты одно решил, два опять пришло. Два решил, опять три на тебя навалилось. И ты просто не знаешь... Мой вопрос в следующем точке. У меня есть ответ. Потому что так действует судьба. Вот у вас, у вашей жены, эта судьба уже заканчивается. Поэтому она уже не сильно на это обращает внимание. Она спокойнее относится к этому. А вы нет. Что? А вы правильно в пути? Вы, конечно, на правильном, однозначно. Я вам скажу, что делать. Все виды влияния судьбы преодолеваются по-разному. Вот когда идёт вот такой беспредел, то это нужно побеждать таким образом. Нужно не двигаться. Неподвижное положение тела. Слушать тех, кто молится и молится вместе с ними. Когда неподвижное положение тела и молитва, то в результате этого судьба отодвигается. Вы её как бы отодвигаете вот так от себя. Злую судьбу. Она вторгается в вас. И что она делает с вами? Сначала она сбивает вашу концентрацию внимания. То есть вы начинаете суетиться. Суета приводит к тому, что у вас теряется бдительность. И вы ошибаетесь. По каким-то мелочам эти ошибки приводят к новым проблемам. Ну то есть другими словами, когда вы не двигаетесь и молитесь, у вас психика успокаивается, ум успокаивается. Вы уже не сильно реагируете на события, на жёсткие. Вы к ним относитесь спокойнее. И в результате вы побеждаете судьбу. Вы мне дали один ответ. Я хочу вам ещё задать один вопрос насчёт этого. В последнее время я когда молюсь с утром, я не могу сконцентрироваться нормально на молитве. Я не могу сидеть. Я не понимаю, что у меня нога начинает болеть, то спина, то ещё от что-то думаю. Как сконцентрироваться нормально на молитве. Вот всё, вы ответили на свой вопрос. Вот то, куда не могу, туда надо идти. Вот допустим, мне легко было делать йогу всегда. Легко было закаливаться. Но бегать было трудно. И я пошёл туда именно. Сейчас бегаю по 16 километров раз в 6 дней. И именно это дало мне силы и здоровье. Когда судьба куда-то действует, она забирает у человека силы в этом направлении думать. Вот судьба, допустим, в личной жизни действует плохо, даже думать об этом не хочется. И надо именно об этом думать. То есть надо туда направить свою силу, и тогда там будет хороший результат. Когда судьба действует плохо, разрушает деятельность, то есть вызывает какие-то неожиданные ситуации, то она что делает с человеком? Она его вводит в суету. А надо выйти из суеты. Допустим, я вчера после лекции вроде бы я своему помощнику доверил, сказал, вот, определи маршрут, как нам надо идти, и мы пешком пойдем прогуляемся до дома. Он вроде бы все определил, но на самом деле ничего не определил. В результате мы заблудились, пришли совсем в другое место. И началась суета. А что делаю? А как, чего? Я говорю, у тебя адрес-то есть? Он говорит, а у меня адреса нет, что-то. Я говорю, если адреса нет, значит, мы будем спать здесь. И сел просто, как бы, встал на одном месте. Вот. И он такой раз успокоился сначала, его ум успокоился, потом он говорит, у меня есть адрес. Потом мы раз взяли, открыли карту в этом телефоне. Казалось, он поймал нашу локацию, ввели это, и потихоньку дошли до дома. Ну, то есть сначала надо было успокоиться. Когда успокоились, пришло решение. Потому что мы не знаем языка, не знаем города, ничего не знаем здесь вообще. Но решение всегда такое, понимаете? Не надо бояться. То есть страх разрушает жизнь. То есть не надо бояться, надо просто знать правила. Если ты суетишься, не двигайся и молись. Это тебя успокоит. Вот мы просто остановились. Мы просто встали, перестали идти. И сразу пришло спокойствие и решение. И потом пошли куда надо лучше. Ну, то есть пока ты бежишь куда-то, ты можешь убежать далеко. И не в ту сторону. И не в ту сторону, да. Но обычно. У вас так именно такое состояние. Если вы не можете молиться, стоять или сидеть, значит, именно этим и занимайтесь. Просто вы не можете, потому что вы не знаете, зачем это надо. А сейчас я вам сказал, зачем это надо. И вам надо заставить себя не двигаться и молиться. И слушать тех, кто молится. В результате первое придет успокоение, потом трезвость и потом правильное решение. Вы станете внимательнее, не будете попадать в просадку. Спасибо вам огромное. Еще такой маленький-маленький вопрос. Вот я хорошо зарабатываю на работе, но у меня эти деньги сходят сквозь пальцы просто. Есть один совет простой. Вам надо слушать свою жену. Потому что всегда человеку Бог дает выход. Ваша жена очень прагматичный человек по расходам. Она точно знает, куда можно тратить, куда нет. Вы ее не слушаете. Я уже 25 лет здесь сижу. Поэтому приходится быть правым. Вы должны ему говорить много раз. У вас есть знания, куда можно, куда нельзя. Ваши ощущения правильные. Он думает, что вы как бы сильно консервативный человек в плане понимания вещей. Он думает, что вы слишком перестраховываете. Вы не слишком перестраховываете. Вы делаете все правильно. Это он слишком активно. То есть, это ваша способность супер можно использовать на работе. Если ваша работа связана с проектированием проектов, с развитием чего-то, с достижением чего-то нового, вот такая вот способность. Вы можете создавать идеи, воплачать их жизнь быстро. Но если говорить о расходах, а тратить деньги и вкладывать их, то эта способность разрушает жизнь. Наоборот, надо опираться на тех людей, которые всегда перестраховываются. У меня тоже раньше не было денег. Я такой же, как вы, человек. Я могу что-то создавать новое, всегда в поиске, творческая такая природа. Я нашел себе руководителя, который очень прагматичный. То есть, он 10 раз перестраховывается, прежде чем куда-то пострадить. И я начал доверять ему. Мне хочется как бы истратить деньги. Я думаю, сейчас я вложу, все получится. Он говорит, нет, туда мы не будем вкладывать. Я ему так сказал, говори и настаивай на том, что ты чувствуешь. Все, и он начал выполнять свою задачу. То есть, он говорит, нет, туда мы не будем вкладывать. Все, я так и считаю. Я думаю, ааа, как же так, а вот еще немного, и мы все, как у нас в этом спе. Все, появились возможности, начали копиться средства. Потому что я нейтрализовал свою вот эту творческую как бы жилку с помощью человека. Но у вас такая жена, вам не надо искать такого руководителя. Просто ее слушайте. Она очень смиренная, она готова как бы все деньги потерять, главное с мужем сохранить отношения. Но вы должны это понять теперь и не настаивать на свое. Каждому человеку Бог дает возможности в жизни. Надо их замечать, изучать просто. Дальше ваши вопросы. Давайте, кто не спрашивал меня, вообще не спрашивал. Вы не спрашивали? Спрашивали. У меня такой вопрос, во-первых, я очень рада вас видеть, я бы все время в Петербурге ходила. Я просто сама из Санкт-Петербурга и такое счастье я стала здесь уже на другой земле. У меня такой вопрос, что у меня как раз с работы все хорошо, я бы куда-нибудь перечитал. Да, прямо перечитал, правда. Но вокруг меня почему тоже странные мужчины? А вы тоже странные? Отчасти, отчасти, да, я думаю, что да, но просто здесь я не молюсь и я стараюсь все делать. Я просто не понимаю, например, мне сегодня мужчина сказал, я хочу быть с тобой, но я не хочу детей. Я хочу быть с тобой. И для него как-то, ну я не понимаю, я не понимаю, как-то. Другой мне знакомит сразу с семьей, с родителями и в этот же вечер мне в этот может он не останется? Как-то, конечно. У нее есть жена, да? А нет, 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 мама, папа. Вот смотрите, ну мужчины нормальные. Вот все мужчины, они хотят женщину сразу загрести себе и все. Присвоить как бы ее и все. Мое, все, это мое. Все. Это нормально для мужчин. Ну тогда это что надо делать? Да, я вам скажу, что надо делать. Надо их воспитывать. Только вот мужчина к вам прилип, как бы, ну и воспитывайте его. Допустим, он говорит, давай у меня останься, сегодня дома у меня переночуешь. Вы должны сказать, это очень хорошая идея, супер. В следующий раз. И все, так надо держать рыбку, как бы, на крючке, не отпускать и тянуть постепенно. А вы сразу, ой, ты какой-то странный, как это я у тебя переночую? Ну не странный, нормально, он же мужчина. Он завоевывает женщину. Таким способом? Конечно. То есть, к крепости враг произошел, говорит, я хочу взять твою крепость. Надо говорить, ничего не получится. Посражаемся чуть-чуть. Я же вам говорил, что, как бы, идет сражение. С одной стороны, мужчина, он хочет секса. С другой стороны, женщина, она хочет семью. Кто победит, тот победит. И Бог хочет, чтобы женщина победила. Потому что ему, Богу, нужны дети, чтобы росли и так далее. Вот, как бы, побеждайте, мужчин. И если мужчина вам говорит, все, давай, как бы, постель, домой, все, как бы, вы говорите, хорошо, отличная идея. Но это будет завтра. А завтра, скажете, послезавтра. А потом скажете, ты понимаешь, что я непростая девушка. Таких очень мало, как я. И я лягу в постель только с тем, кто меня возьмет замуж. Он думает, ничего себе, вот это мне попалась крупизна. Потому что до этого все сразу прыгали в постель. А тут, ничего себе, что это за такая девушка интересная. и когда мужчина чувствует недосягаемость, он чувствует, что все, как бы, не может достичь девушки, как бы, она недостижима. Понимаете, в этот момент он в нее влюбляется. Так она ему просто нравится. Понимаете? Но надо сделать так, чтобы он влюбился. Это означает недостижимость. То есть, недостижимая. Невозможно ничего с ней сделать. И поэтому он влюбляется. Девушки отдыхают. Вспоминаю, умираю. Нормальная кондиция уже. Клиент созрел. Вы неправильно ведете себя с мужчиной. Или сразу отшвыриваете, или начинаете прыгать на задних лапках. Вы не понимаете, что такое женское чувство собственного достоинства. Вы не уважаете в себе женскую природу. Мы об этом будем сегодня говорить. Надо уважать в себе женскую природу. Мужчина не имеет права сразу ее получить. Согласна. Ну, это делать аккуратно. Объясняйте им. Не надо удивляться ничему. Вот там мужчине удивились. Ты такой странный. Не надо удивляться. Просто спокойно. ничему не удивляйтесь. Что бы он ни говорил, так. Да. Очень хорошо. Замечательно. Понятно? Доводите человека до правильной кондиции. И когда он скажет, я хочу, чтобы ты за меня вышла замуж, надо ему ответить одним словом сегодня. когда? Ваш вопрос с вами? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Великтор. Я хотела спросить про чувство беспокойства. Потому что моя проблема это постоянный страх. Я не знаю, как тот ролик, у которого причем запустит постоянно. То есть все, что бы я ни делала, мне это не достаточно. Мне кажется, все время, что можно чего-то достигать еще, еще, еще. Я никогда не достигаю состояния счастья и спокойствия от того, что я делаю. И это меня уже стало напрягать, потому что я понимаю, что я не живу сейчас, в сегодняшний момент. Мне тоже это общая проблема женщины. В любом случае я стала... Это хороший вопрос. Хороший вопрос. И ответ на вопрос это наша сегодняшняя беседа. Потому что я как раз об этом и хотел сегодня с вами поговорить. потому что большинство людей живут неправильно в этом мире. То есть беспокойство означает истощение. Если говорить вообще по сути, по глубине, то каждый человек, он несамодостаточный по природе. Эта несамодостаточность выражается по-разному и мужчину, и женщину. У женщин несамодостаточность выражается в виде беспокойства и страха, незащищенности чувства, что нет устойчивости, нет опоры. У женщин так это выражается. То есть страх является главной движущей силой жизни женщины. То есть она в сердце боится этого мира. То есть ей нужна гармония, стабильность. Она не чувствует здесь, как бы, что она защищена. Это женский страх. У мужчины это выражается по-другому в виде чувства неполноценности, что я не достиг ничего в этой жизни, я как бы неуспешный, недостаточно эффективный, недостаточно как бы развитый и так далее. Ну то есть это чувство само по себе не является какой-либо проблемой. Понимаете, любая женщина, она чувствительна по природе и быстро ее психика выходит из равновесия. Это естественно. Если бы так не было, женщина не была бы красивой. Вот представьте, допустим, ну как бы мужчина улыбается, допустим, женщине, да, и она такая смотрела, смотрела на нее туда. Такая долго улыбнулась так, медленно. Он думал, что-то по башке, что ли, кепечом ударилась. Понятно. Вот. Понимаете, то есть сама по себе быстрая чувствительность это признак красоты женской. То есть он, допустим, на нее посмотрел, он такая «Здравствуйте!» Улыбнулась такая, вернулась, испугалась взглядом. Это очень красиво смотрится. Это женская природа так работает. Красиво очень. Я так раз, покраснела, щечки румяны. Очень красиво. Мужчинам нравится. Потому что она такая вообще, она не беспокоится, не беспокоится, спокойная такая. Она смотрит на меня, что он на меня устал. Не реагирует, никак не отворачивается. Он думает, может, у нее психическое заболевание. Ну, то есть само по себе женская природа такая подвижная, беспокойная, она реагирует на все. Это очень красиво. Это хорошо. В этом нет проблемы. Но проблема есть. Проблема заключается в истощении. Вот когда человек истощен, у нее не хватает сил, то эта женская природа становится невыносимой в себе. Женщина не может ой, господи, я не могу понять, что мне делать. Туда, сюда, куда, надо что-то с этим делать. То есть это все от того, что нет сил. То есть человек истощен. То, что мужчина постоянно чувствует, что он чувствует в себе неудовлетворенность, что ему надо достигать чего-то, преодолевать, побеждать, это хорошо. Если мужчина жалуется, что я постоянно хочу, что-то менять, достигать, преодолевать. Потому что ты мужчина, это твоя природа, это хорошо, иначе бы ты сидел на лавочке просто и ел лазанью целый день или пасту. Но надо что-то делать же, как-то жить. Но и мужчину к действию призывает вот это чувство, что я не самый эффективный, я недостаточно развитый. Мужчина постоянно об этом беспокоится. Это главная его проблема в жизни всегда. Это хорошо, в этом нет проблем. Но если мужчина уставший, то есть у него нет энергии, нет сил, то это становится для него препятствием в жизни серьезно. Он чувствует, что он не самодостаточный и сразу он теряет силы. он теряет сразу еще больше силы и он вообще не знает что делать, ему хочется выпить или забыться как-то от этого всего. Причина почему так происходит, у человека нет энергии. Давайте вот если просто представим всю нашу жизнь, вот как наша жизнь строится. Что такое успешные люди, как выглядят успешные люди и как выглядят неуспешные люди. Все люди постоянно к чему-то стремятся в жизни. Все люди постоянно к чему-то стремятся. И вот это стремление, к чему бы мы ни стремились в жизни, это всегда истощает человека. Вот допустим женщина стремится заботиться о детях, она теряет энергию. Заботится о мужа, теряет энергию. Человек работает на работе, теряет энергию. Мужчина работает — теряет энергию, что-то делает для жены — теряет энергию, что-то делает для детей — теряет энергию. К чему бы мы ни стремились в этом мире, мы всегда теряем силы. Поэтому человек должен научиться. При этом, понимаете, надо приобрести знания. Само по себе это не срабатывает. Человек должен приобрести знания, что он должен как-то наполняться энергией. Если он не наполняется, то что происходит с ним? Он становится беспокойным, суетливым, нервным, становится раздражительным. Женщина становится обидчивой, мужчина — гневливым. Женщина становится сильно чувствительной, она на всё реагирует. Мужчина становится нервным, его всё раздражает. Он не хочет никого слушать. Ему трудно даже послушать лекцию, он думает, ой, я не могу слушать. Вот, нет сил. Как наполняться? Для этого человек должен совершить волевое усилие в сторону отвлечения от деятельности. Волевое усилие надо включить. Есть три источника наполняющих человека. Первый источник — это природа. Природа, вы скажете, где в Италии здесь и где у нас здесь природа? Вот деревья, вот каждое дерево — это природа. Они дают колоссальную энергию человеку. Вы даже не представляете, сколько сил дают деревья, трава, свежий воздух, облака, река, солнце. Всё это даёт силы. Но мы не знаем об этом. Мы думаем, силы дают таблетки, допустим, белки, жиры, углеводы, витамины дают силы, мы думаем. Силы дают какие-то пищевые добавки, мы думаем. Или прогревание какое-то, или, допустим, силы дают человеку. Массаж, мы думаем, допустим. Мне массажа не хватает в жизни. Но собачка, она не делает ни прогревания, понимаете, ни массаж, ни таблетки не пьёт. И она бежит по дороге, да? Человек бежит рядом, и собачка, она даже ещё не устала, а человек уже загнулся. Почему? Потому что она на природе, она любит природу. Это её естественное состояние. Я заметил, что в парк выходят только два типа людей. В парк выходят погулять два типа людей. Первый тип людей – это люди с животными, с собачками. Потому что собачка достанет человека, если он не выйдет с ней погулять. Она просто его загрызёт. Ну, то есть, он не может выдержать, он идёт на улицу. Потому что собачка, она хочет энергию получать, понимаете? Ей нужна энергия природы, чтобы жить. Мы оттупели. Мы не знаем, что… Нам тоже нужна энергия природы. Мы этого не знаем. Собачка знает. Она чувствует, потому что у неё есть инстинкты. У нас нет инстинктов. Инстинкты означают, что кто-то не рассуждает. Он чувствует всё сердцем. Но мы рассуждаем. Мы не чувствуем сердце. Мы думаем, мне, наверное, надо вот этот фильм посмотреть, что-то мне плохо. Или мне надо, допустим, в компьютерные игры поиграть неплохо. Но ни фильм, ни компьютерные игры не дают человеку энергии природы, которая даёт человеку здоровье. Здоровье человек берёт от энергии природы. Второй тип людей, которые выходят в парт погулять, это женщины с маленькими грудными детьми. Потому что грудной ребёнок, он быстро растёт, ему нужна энергия природы. Он орёт, кричит. Пока ты его в парт не выведешь, он будет орать. Вывел, он такой, оп! Его расслабило, спит. Всё, можно отдохнуть. От ребёнка как бы он спит. Потому что ты вывела на свежий воздух, и он спит. Сразу. Это означает, наполняется силой. Он получает энергию природы для того, чтобы расти, развиваться, понимаете? А нам она не нужна, энергия природы. Потому что мы атрофировали это восприятие. Мы не понимаем, понимаете? Мы многим вещей не понимаем, как взаимодействовать с этим миром. Например, прежде чем кушать что-то, нужно сначала понюхать. Потому что запах даёт человеку информацию о том, как на него будет воздействовать. Подходит ему это или нет? Не только человеку, так и животному. Я проводил эксперименты. Я как бы корове что-то даю, да? Она сначала нюхает, потом ест. Всегда. Если я затыкаю нос, она не ест. Понимаете? Животное сначала нюхает, а потом ест. А мы сначала едим, а потом нюхаем. Что я такой съел? Что за запах? Если запах плохой вышел из тебя, значит тебе не подходит пища. Но надо было это раньше понять. Потому что она уже до этого для тебя плохо пахла. Ну я просто этот вам пример привожу, что у нас немножко атрофировалась способность понимать, ну как взаимодействовать с этим миром. Потому что мы создали искусственный мир. Эта тема очень важна. Вот то, что я сейчас говорю, это очень важно знать, потому что многие слушают мои лекции уже давно. И уже знают, что это так. Но заставить себя на улицу выйти не могут. Нужно очень сильно глубоко это понять. Что твоя жизнь, твоя возможность не беспокоиться, не суетиться, зависит от этого. Если ты начинаешь двигаться на природе, можно ходить. Можно, если уже совсем вы атрофировались, можно на роликах кататься или на велосипеде. Это не такое сильное движение. Ты как бы на ролике один раз что-то сделал движение, потом застыл, потом второй раз и застыл. На велосипеде тоже один крутанул раз, педаль, и сидишь просто. Понимаете, в полной степени это не движение. Движение – это когда ты ногами идешь. И бежишь, идешь, допустим. И в это время надо особым образом настроиться. Потому что, если ты идешь по улице, разговариваешь по телефону, ты не отключился от этого мира. Ты все равно расходуешься. Для того, чтобы наполняться энергией природы, нужно всем улыбаться, всех любить. Всех любить. Можно слушать лекцию, добрую лекцию какого-нибудь доброго человека. Можно слушать музыку духовную. Или хорошую какую-то музыку странную. «Филичи-там, на-на-на-на-на на, на-на-на-на-на, Филичи-там». И вы бежите. Я ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла... Вы всем улыбаетесь, любите природу, любите людей. И в это время вы наполняетесь энергией природы. Какой результат? У вас в сердце возникает спокойствие. У женщины, хоть она суетливая по природе и беспокойная, когда она наполненная, она не суетится. Женщина обидчивая, но когда она наполнена, она не обижается. Вот запомните, вы когда с моря приходите, вы такие счастливые, довольные, вы не обижаетесь, вам хорошо. Обидчивым человек становится после работы, когда он устает на работе. Пища тоже наполняет в какой-то степени человека, но ненадолго. Допустим, человек поел полчаса, он ни с кем не конфликтует, он такой довольный, всем улыбается. Потом проходит время, и опять он начинает беспокоиться. Но природу наполняет очень глубоко человека. Я сегодня делал йогу два часа вместе с молитвой. Неподвижное положение тела, аскезы совершал. И я настроился на природу, хоть я в квартире был, но я могу настраиваться, я могу любить природу, настроился на природу, на солнце, на воздух, на свежий. Настроился на природу. Всем желал счастья в это время, молился. По мне видно, что я уже две недели на самолетах живу. Нет? Я такой отдохнувший, да, спокойный. Как будто я никуда не летал ниоткуда, да? Так ведь, правда? Это результат того, что я наполнился. Я сегодня два часа наполнялся энергией вот этой. Это переключение. Заставить себя очень сложно это делать, потому что у меня нет времени. У меня нет времени этим заниматься. Это не нет времени, это означает нет сил. Вот, допустим, если ты на свидание идёшь, у тебя нет вообще времени, минуты. Но ты влюбился. Но я не говорю в тех случаях, когда есть жена. Вот, я говорю, когда её нет. Вот, ты влюбился, допустим, жены нет. Время найдёшь на свидании или нет? Однозначно, да? Но точно так же надо найти время на природу, мои хорошие. Если вы на неё времени не нашли, вы не будете счастливыми, вы не будете самодостаточными, вы не будете сильными. Давайте я вам расскажу просто сейчас, какие признаки того, что у человека не хватает энергии природы. Ещё раз, как получать эту энергию. Надо двигаться на природе. Всем улыбаться. Двигаться надо спокойно. Если вы бежите рывками, какие-то нормы там сдаёте по бегу, то это не помогает здоровью. Вы говорите, а я целый день двигаюсь на работе, там кирпичи таскаю. Это не помогает здоровью, потому что в это время вы думаете о работе. Вы напрягаетесь. Когда человек получает здоровье, он должен расслабленно, спокойно, длительно, непрерывно двигаться. Радуясь всем, не думая о своих проблемах, а желая всем счастья. Это означает переключённое состояние. Человек должен переключиться в это время. И когда человек переключился, он двигается, он испытывает счастье. Если человек не любит природу, он атрофировался, он не любит деревья. Смотри, какие красивые деревья у вас. Вы вообще замечали их или нет? Такие кроны, такие красивые. Когда человек любит деревья, наполняется энергией деревьев. Энергии деревьев дают человеку стабильность, спокойствие, хороший иммунитет. Убирают воспалительные процессы из организма. Я когда был в Бельгии, там читал лекции, один человек подошёл ко мне и говорит, у меня постоянные головные боли. А мы там, на природе, в таком местечке я лекции читал. Я вылез, вывел на улицу, говорю, вставай к этому дереву. Он встал к этому дереву, у него через 5 минут прошла головная боль. Он говорит, ничего себе, мне таблетки не помогают. Я говорю, ну таблетки, это же не природа. Я говорю, таблетка, вот в сравнении с природой, это всё равно, что кукла с женщиной. Знаете, кукла не помогает, женщина помогает. Также природа, она даёт здоровье. Если женщина даёт счастье, то природа даёт здоровье. Это другой вид счастья. Но мы не знаем об этом, мы думаем, таблетки дают здоровье. Здоровье даёт природа. Вода даёт человеку расслабление, убирает воспалительный процесс, даёт человеку нормализацию гормональных функций. У женщин особенно гормоны начинают работать от воды хорошо. У многих женщин ранний климакс наступает из-за того, что они не соприкасаются с водой. Нет контакта с водой, ранний климакс. Энергия воды женщине даёт возможность сочинать детей. Энергия воды. Нужна энергия воды женщине? А может быть река, это может быть море. В крайнем случае ванна там. Душ? Душ это уже немножко другое. Это движение, движущаяся вода. Нужна стоячая вода. Или она течёт, вот как река или стоит просто. Или как море, допустим, волны движутся. Вот эта вода такая спокойная. Она женщину успокаивает, даёт, улучшает её работу гормональной функции. Налаживает обменные процессы все в организме. Убирает аллергию. Аллергию надо водой лечить. Водолечение. С водой контактировать. Если вода солёная или пресная, есть разница? Есть разница. Ну, это вода будет улучшать состояние. Солёная вода больше улучшает пищеварение человеку. Иммунитет. Пресная вода, она расслабляет сильнее. Солёная вода немножко тонизирует. Но в конечном счёте всё равно расслабляет. Надо двигаться. И статические упражнения в воде тоже хорошо. Я могу... В воде можно стоять, не двигаться и молиться. Можно даже закрыть глаза и смотреть на солнце в воде. Это ещё сильнее. То есть одновременно лечение солнцем идёт, лечение водой. Желать всем счастья в этом время. Сколько времени? Ну, в воде можно стоять неподвижно. Допустим, в вашей воде можно и 30 минут, если она тёплая. Море тёплое, может 30 минут. Чем холоднее вода, тем быстрее надо выходить. А молиться для себя или что? Можно шёпотом. Если вы вслух будете, всех будете привлекать внимание. Все подумают, что это за девушка какая. Я разок стоял с закрытыми глазами, смотрел на солнце. На пляже. И молился. Ну, шёпотом. И так как я очень много энергии получал в это время в себя. И отдавал. То есть через меня шла сила такая. Это очень привлекает людей. И все люди вокруг, которые купались, они все как бы остановились на меня. Начали смотреть. Смотрите, сектан, сектан. Сектан. То есть они не могли от меня оторваться просто. Все смотрели на меня постоянно. Ну, потому что я заряжался энергией природы. Ну, выглядит это немножко фанее. Ну, то есть... Итак, большинство проблем у человека в жизни от того, что он разряжен. Больше 50% разводов из-за этого. Давайте я перечислю признаки того, что человек разряжен. Не хватает энергии природы. Потому что есть три типа энергии. Есть энергия природы, энергия людей, энергия Бога. Как выглядит человек, которым не хватает энергии природы. Этот человек суетится. У него нет спокойствия в жизни. Он выглядит слабым. Вот, допустим, если вы идете покупать собачку, то есть два типа собачек. Одни... Ну, есть породистые, конечно. Есть не породистые. Там кто-то выбирает. Но есть собачки такие, крепенькие такие. Пышненькие такие. Активные такие. Жизнерадостные. А есть такие утомленные, знаете, такие. Ну, они обычно не пышные такие, не крепенькие такие, немножко такие. Вот, и все покупают пышненьких таких, крепеньких как бы. И таких... Вот таких. Все покупают. Но утомленных таких, несчастных, никто не покупает. Вот, запомните, вот эти крепенькие, пышненькие собачки. Это собачки, наполненные энергией природы. Ну, это с чем можно сравнить? Яблочко, допустим, взять яблочко, да? Если яблочко такое, не упругое такое, не крепенькое, да? То считается, что оно плохое. То есть, ну, там какие-то у ней вмятины, у него такое... Никто такие яблочки не покупает. Все, когда яблочки, видите, вот такое вот. Крепенькое, да? Наполненные энергией природы яблочко. А я не надеюсь. А если у них есть эти собачки, почему они наполненные или нет? Ну, потому что одни радуются всем, а другие печальятся. А, да, это разнообразно. Да, то есть, надо радоваться этому миру. То есть, некоторые на природе даже работают, и все равно они больны. Ну, то есть, надо природу любить, надо ее... Ну, это целое искусство, понимаете? Надо получить опыт. Надо постоянно не обращать внимания на деревья, на цветы. Надо радоваться этому миру, радоваться солнцу, радоваться морю, понимаете, радоваться воде. Если ты этому ничего не радуешься, тогда ты не получишь этой энергии, и ты станешь каким человеком? Ты станешь раздражительным, капризным, некрасивым. Потому что красота... Ну, что такое красота природы? Вот возьмите маленького ребенка, допустим, да? Все его за щечки, хорошенькие, такой... Такой... Попу все его целуют, он... Такой... Это энергия природы. Поняли, да? Это как яблочко крепенько такое... Вкусненько такое, упругое, да? Маленький ребеночек... О-о-о-о, хороший! Вот. Это энергия природы все. В нем. Бабушке уже меньше энергии природы. Она такая вот сморченная такая. Меньше энергии природы. Чем старше человек, тем тяжелее ему энергии природы наполняться. Есть и бабушки несморченные тоже. Они такие наполненные, такие жизнерадостные. Красивые означают. Понимаете, да? Но тут уже надо много сил прилагать. Если ребенок, естественно, любит природу, ему только дай к воде подойти. Только подойдет, подойдет, бежит там и радует. Радуется воде. Ребенок. Бабушка уже не радуется. Она смотрит такая на воду. Не радуется. Но надо себя заставлять. Если она себя заставляет, она тоже становится красивой. Понимаете? Красивый человек означает наполненный природой. Запомнили? То есть он перестает быть раздражительным. Он такой крепенький, упругенький такой человек, румяненький. Да, такой наполненный природой. Но человек не может наполниться природой, если он на природу не ходит. Единственная природа у него – это кактус на холодильнике. Вся природа. Ну, если это для тебя такая природа, ты тоже как кактус станешь дальше. С колючками будешь есть такой. Человек наполняется природой. Поэтому нужно движение на природе. Нужно себя заставлять, потому что это переключиться надо. Понимаете? Человек на расходование настроен всегда. Он хочет достигать успеха всегда. Он настроен на расходование. Он постоянно куда-то включен в какой-то процесс преодоления чего-то. Он теряет, 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 теряет силы. Когда он теряет силы, он становится некрасивым, раздражительным, капризным, чувствительным. Беспокойным женщина становится беспокойным, мужчина становится слабовольным. Это признак нехватки энергии природы. Женщина такая становится беспокойным, мужчина слабовольным становится. У него волевой импульс теряется. Если мужчина на полной природе, он такой волевой, крепкий. Вы скажете, почему один мужчина работает на природе, и не волевой, не крепкий, а другой волевой, крепкий, хотя не работает на природе. Человек должен любить природу. Любить ее. Что значит любить природу? Это значит ее любить. Вот любить прямо. Но не вернулась в полном чале, Но не вернулась в полном чале, И не вернулась в полном чане, Иона взвечай. Сердце как петенцов летит без груди, Людей, Он тебя algun moment Seems�� Двенок встава, иди на дорогу, Задавишь и бой, Тоте пути, а, кардинали, Ансады, ищи с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он будет легко общаться с людьми Потому что вода дает человеку энергию общения Вот допустим итальянцы живут рядом с морем Поэтому они очень общительные Я первый раз в жизни увидел такое Что два человека разговаривают одновременно Обычно один говорит, другой слушает Итальянцы разговаривают одновременно Да я еще руками машу Означает энергия воды То есть обмен идет Очень сильный обмен Сильная общительность, сильная энергия воды Люди естественно полные Потому что они живут рядом с водой Вода дает также человеку нежность Люди, которые живут рядом с морем У них более нежные лица Чем те, которые живут на континенте Ласковые люди, нежные Это энергия моря Но также могут рядом с морем жить И люди некрасивые, неласковые, нежные Это значит, что они не любят море Не любят Запомнили? Я точно вам говорю, что это так Потому что я вижу в человеке, чем он наполнен Понимаете, наполненность пиццами Не дает человеку полноту внутреннюю Она дает полноту веса Нужно учиться наполняться чем-то другим еще Итак, чтобы наполниться природой Надо переключиться Человек не может себя заставить Оторваться от телевизора Оторваться от работы Оторваться от семьи От детей Он постоянно занят этим Он настроен на то, чтобы отдавать энергию Это называется суета Напряжение Но человеку нужно научиться Переключиться Сказать Все, я иду на природу Я бегу Я иду на природе Я двигаюсь Желаю всем счастья Всех люблю Это трудно сделать сначала Кажется, что-то я ничем не занимаюсь Как будто я какое-то пустое времяпровождение Что такое Я как бы Я мог бы уже столько дел переделать сейчас Чем я сейчас занимаюсь Он так думает Потому что у него нет знания Что ты уже истощен Если не хватает энергии природы Следующая стадия После того, что человек портится характер У него дальше появляются болезни Если болезни сильно развивает Человек даже работать не может Его бросают родственники Больной человек никому не нужен Это значит неправильный образ жизни Человек до старости может быть здоровым Не обязательно болеть Нужно просто себя наполнять Свежий воздух дает человеку бодрость Концентрацию внимания Хорошую память Хорошее давление Свежий воздух дает человеку Дает человеку крепость мышц тела Свежий воздух Это энергия воздуха дает человеку Крепость силу Солнце дает человеку Хороший иммунитет Хорошее пищеварение Дает человеку Клеточное пищеварение Хорошая усваиваемость веществ От солнца это идет Солнце дает человеку победу над болезнями Солнце сжигает раковые клетки Солнце Если ты его любишь А если ты его не любишь То она увеличивает раковые клетки То оно ухудшает пищеварение Оно делает все наоборот Оно вместо того чтобы побеждать болезни Оно увеличивает болезни И поэтому врачи говорят Не ходите на солнце Ну то есть понимаете К солнцу надо привыкать Ну то есть Поэтому лучше сначала Двигайся на восходящем солнце Утром никогда солнце не слишком сильно Или с головным убором бегай на солнце Допустим сначала Потом придет время Ты будешь очень сильно любить солнце Наполняться им И тебе не надо будет ни головного убора И ты будешь иметь очень большой запас Себе энергии солнца Которое переваривает пищу Убивает микробы Убивает злокачественные опухоли Дает человеку жизнерадостность Я не знаю как по итальянски Но по русски Ра Дасть Ра означает на древних языках солнце Дасть означает дарить Радость означает дарить солнце Радостный человек Означает солнце Также Красота Слово красота А красота слова от красного Идет от красного цвета Красота означает красный Девушка краса Краса означает красно девица Красно означает солнечное Означает наполненное солнце Женщина стремится к солнцу по своей природе Потому что солнце олицетворяет мужское начало. И если женщина любит мужское начало, то есть она любит солнце, это значит, она наполняется солнечным светом, и у нее румяные щечки становятся, красные щечки. Означают красивая, жизнерадостная. Понимаете, женщина? Наполненная солнцем. Также на санскрите, на древнем языке, лал, слово лал, означает красный свет, означает любимый, и означает красивый одновременно. Солнцем связана красота человека, жизнерадостность, радость. Здесь человек солнцем, люди на севере, они такие, угрюмые такие. На юге такие радостные, были жизнерадостные. В Италии такие радостные. Аликинадьевич! Меня так здесь встречали. У-у-у-у! Вас увидели! Вот. Очень жизнерадостные люди в Италии. Вот, я в Прибалтике лекции читаю, они такие сидят, слушают меня. Я их веселю, они так слушают, не смеются. Потом после лекции одна женщина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, было так смешно на вашу. Спасибо вам большое. Я так смеялась, так смеялась. Но когда я читал лекцию, никто не смеялся. Потому что они такие по природе, то есть они не эмоциональные люди. Они тоже хорошие люди, очень хорошие. Но они не эмоциональные. Солнце дает эмоциональность человеку. В Италии все эмоциональные. Это результат ли они солнца? Ну, солнце также дает человеку раздражительность, гнебливость. Она дает человеку неустойчивость психическую. Он такой, а-а-а-а-а. Может сильно ругаться очень, выйти из себя. Побежать куда-то, кого-то бить. Это тоже солнце так действует. Но почему оно так действует? Потому что человек не любит солнце. Солнце означает позитив, позитивное мышление. Если человек негативный, позитивное означает способный видеть хорошее в людях. Позитивное означает, он учится видеть хорошее. Потому что судьба заставляет видеть плохое. Если человек сосредоточен на плохом, называется негативный человек. Солнце втает конфликт с таким человеком. У него начинают воспалительные процессы развиваться в организме. Он становится глибливым, злым, разрушает свою жизнь, свою семью. Его выгоняют с работы. Потому что он конфликтует с солнцем. Солнечный человек радостный означает. Успешный. Способный любить. Любовь означает солнечный энергию. Следующая земля. Энергия земли. Земля дает человеку спокойствие. Сон. Когда человек любит землю, он хорошо спит. Да, что с ним убирает воспалительные процессы земля. Дает человеку терпение. Человек начинает терпеться. Он терпеливым становится. Поэтому очень важно жить ближе к земле. Когда человек живет далеко от земли, то, допустим, часто ДЦП, аутизм у детей развивается из-за двух вещей. Первое. Родители очень сильно зашорены на работе. Они суетятся. У них нет отдыха. Если у родителей нет отдыха, у ребенка тоже нет отдыха, потому что ребенок берет силы от родителей. Как настроены родители, так настроены ребята. Если родители постоянно суетятся, он тоже суетится. Но если родители суетятся, это не идет им в психику так глубоко, как ребенку, потому что ребенок развивается. В результате вот аутизм, ДЦП, это все болезни, связанные с напряжением. ДЦП означает, напряжение идет в тело и мышечные какие-то спазмы у ребенка, он такой весь скрученный. А аутизм означает, напряжение идет в психику. И как его лечить? Его надо лечить с помощью земли. То есть надо любить землю, надо, чтобы ребенок на земле был постоянно, водить его туда. Вода, земля расслабляют человека. Нужно давать человеку возможность соприкасаться с землей, любить землю рядом с ним. Расслабляться надо, расслабиться с самим родителем, сбалансировать свою жизнь. Понимаете, для того, чтобы, вот допустим, мобильный телефон надо заряжать где-то час, чтобы он сутки работал. Вот представляете, точно так же у человека. Вот человеку надо где-то, может быть, 40-50 минут в день просто быть на природе, чтобы целые сутки он мог, ну, потом весь день нормально работать. Понимаете, не так много времени. Мы этот час тратим на телевизор. Мы там смотрим телесериал, многосерийный, 156 серий, там, «Мертвые не потеют». Понимаете, они все равно не вспотеют. Хоть смотри, хоть не смотри, уже ясен конец, результат уже ясен. Что ты его смотришь? Иди погуляй на природе, наполнись силой. Ты теряешь свою жизнь за этим телевизором. Он тебе ничего не дает вообще. Запомните, те, кто любит природу, долго живут. Долго живут и счастливы. Некрепкий организм, сильный организм. Женщины могут полюбить природу только с помощью любви. Понимаете, женщина себя не заставит бегать на свежем воздухе. Она должна полюбить природу. Она должна полюбить море. Она должна полюбить землю. Она должна полюбить деревья. Тогда она к ним придет. Потому что женщину мотивируют к тому, чтобы начать двигаться только любовь. Она себя заставлять не может, женщина. Женщина, у нее нет такой внутренней природы, чтобы себя заставлять. Женщина должна полюбить. И тогда она бежит туда. Что она, что любит, туда идет. Ей нужно любить. Запомнили, женщина, если вы себя заставляете идти и бегать на парк, допустим, это скоро кончится. Вы не сможете долго заставлять. У вас эта сила заставлять себя быстро закончится. Вам надо полюбить деревья, полюбить птичек. Полюбить означает сильно обращать на это внимание. Вот вы бегаете, смотрите на дельца. У женщины естественная склонность есть любить природу, деревья, птичек. Ее психика так устроена, она соткана из любви. Она все это любит. Сосредоточьтесь на этом. Для вас это очень сильно надо, для вашей жизни. У вас не будет успеха без этой энергии в жизни. Мужчина должен вкладывать волевые силы и чувствовать победу. Вот если он чувствует победу, значит, он должен пробежаться и почувствовать, что он крепким стал, сильным, что ему это надо для победы. Он должен изучать это, анализировать. Если он чувствует, что ему это помогает, то он захочет опять бегать и опять. То есть он с помощью самоанализа включается, с помощью ощущения, что это помогает. Женщина, даже если это помогает, она не включится, ей надо любить. Если ей нравится парк, она пойдет. Нет, не пойдет. Даже не обязательно в парк, даже люди просто двигаются в фитнес-зале. Я обращал внимание, что девушки, которые в фитнес-зале, они все такие, знаете, у них очень много такой яркий взгляд, сильный такие. Они такие подтянутые, красивые все люди. Даже если они гири там поднимают какие-то, это все равно в мышцы не идет. Это идет женщина в красоту. Она подтянутая, становится красивой. Мужчина крепким становится таким, сильным. Тоже красивый. Красивый человек, значит, на полной природой. Очень важно знать, что если вы в зале занимаетесь, обязательно выйдите на улицу после этого. Подышите воздухом. Человек знает, что если он сильно понапрягался физически, что-то поделал, он выходит на свежий воздух, так хорошо дышать. Ой, как хороший, какой воздух. Ой, как хорошо. Это значит, что он наполняется в это время. То есть для того, чтобы наполниться природой, нужно движение. Если ты подвигался в зале, в фитнес-зале, допустим, иди на свежий воздух, постой хотя бы 10 минут. Ты наполнился природой в это время. И у тебя тогда весь цикл будет завершен. Вторая сила, которая наполняет человека. Почему я вам это... У нас по семейной жизни, да, семинар? Зачем я вам рассказываю об этом? Потому что вы должны знать. Что больше 50% причин разводов — это ненаполненность. люди думают, что я не могу с этим человеком жить, потому что я от него устала. Ты от него устала, потому что люди всегда устают друг от друга. Ты от него устала, потому что ты опустела, ты ненаполнена я. У тебя нет сил его любить, с ним жить. Силы берутся от природы, от людей и от Бога. Но расходуют свои силы человек на близких, и на работу, и на телевизор. Мы уже не любим друг друга. Уставшие люди не могут любить. Любят только наполненные люди. Я даже изучал эту тему зачатия детей. Многие люди зачинают детей в отпуске. Они поехали на природу, там побегали, попрыгали, если правильно отдыхают. Если там выпивают постоянно, ром пьют постоянно там на природе, и ползают под столами, рыгают, то они вряд ли там зачмутся до детей. Но если они там в волейбольчик играют, там на песочке, купаются, радуются, здоровое питание. И раз, зачатие произошло. Раньше не было, раз, получилось. Почему? Потому что природа помогла. Она дает возможность зачинать детей. Бесплодие женское – это отсутствие природы. У меня уже куча просто благодарности от женщин, от мужчин, за то, что зачатие происходит. Одна женщина, это постоянно так происходит? Одна женщина подходит ко мне, такая, с ребенком, с маленьким, с мужчиной рядом, подходит, такая, говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ребенка. Мужчина рядом, муж стоит, поддакивает. Так смешно. Я говорю, ты ему скажи спасибо. Он говорит, нет, вам. Он мне не помог в этом. Мы уже 7 лет пытались зачать, ничего не получалось. Лекцию вашу послушал, и все получилось. Итак, если человек имеет плохое здоровье, ему не хватает энергии природы и движения там, если человек нервный, раздражительный, у него нет концентрации внимания, он постоянно беспокоится, постоянно суетится, у него нет силы воли, у мужчины, допустим. Если человек выглядит некрасивым, если человек чувствует себя подавленным, замученным, несчастным, это значит, что ему не хватает энергии природы. И даже когда человек находится в стрессе, в сильном стрессе, ему все равно нужна энергия природы. Без нее он из стресса не выйдет. Мужчину что стимулирует на движение? Мужчину что стимулирует на движение? Мужчину что стимулирует на движение? Вот смотрите, допустим, женщину стимулирует на движение любовь. Любовь означает отношения, поэтому все должны перезнакомиться друг с другом. Вот вы где найдете таких людей, которые бы стремились работать над собой? Таких людей очень мало. Но вы вот такие люди, поэтому вы все должны познакомиться. Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Если не женатые, то женщины с мужчинами тоже могут знакомиться. Ну то есть, понимаете, как бы познакомьтесь друг с другом все. И как вот, допустим, как стимулировать женщине себя на бег. Не надо ей себя стимулировать, она не заставит себя бегать. Потому что у нее нет такого принципа. Сила воли у женщины имеет коллективную природу. А не индивидуальную. Одна женщина звонит, другая говорит, ой, слушай, давай сегодня побегаем. Ну причем каждый у себя, не обязательно вместе. И другая говорит, ой, я что-то сегодня, наверное, не смогу. Ну давай побегаем сегодня с утра. Я так не смогу побегать, если ты не побегаешь. Так говорит, ну ладно, давай побегаем. И все, они с утра бегают вместе. Та потом думает, ой, неудобно, я же обещала. И та пишет, ты бегаешь или нет? СМС-ку посылает. Ну ладно, я уже все, бегаю. Еще не бегаю, я тоже бегаю. Я пошла бегать. Ну неудобно как-то, ну я обещала. У женщины совесть очень сильно. Совестливое существо у женщины. Мужчина звонит другому. А, алло, привет. Давай побегаем сегодня. Давай побегаем. И потом ни один не побегал. Звонит, ты побегал? Не, я не побегал. И я не побегал. Ну ладно. Мужчина-то не работает. Им по барабану обещал, не обещал. Ну подумаешь, обещал, не побегал. Ничего страшного. Второй вариант. Мужчина звонит, говорит, я сегодня бегал. Он говорит, молодец. Я знаю, что я молодец. Я каждый день бегаю, у меня здоровье отличное. А у тебя геморрой вылазит уже. Он говорит, ну и что теперь вылазит, ну что. Ну потому что ты не бегаешь. Он говорит, ну и что я не бегаю. Ну потому что ты слабак. Да. А ты что, крутой? Крутой, а я крутой. У меня ничего не вылазит, я здоровый. И раз, кладет трубку. Тот на следующий день думает, а пойду бегать. А я не могу так жить. Он сильный, я слабак. Я тоже хочу быть сильным. Мужчина стимулирует мужчину тем, что он его, как бы, с ним соревнуется. Не обязательно это там обзывать, там еще что-то. Но все равно дух соревнования нужен у мужчин. Тогда они друг с другом соревнуются, они чувствуют бодрость, начинают двигаться. Общение всем помогает. Просто оно разное. Женщина помогает женщине любовью, добротой. Мужчина мужчине вызовом. Просто надо использовать природу человека для того, чтобы помочь. Но когда человек один хочет работать над собой, он быстро затухает. Сам по себе один человек постоянно заморачивается делами и все, и он затухает. Вот это переключение на природу очень трудно сделать в одиночку. Нужны друзья для этого. Какие-то друзья. Теперь дальше двигаемся. Мы диагностируем нашу неудачу, наш неуспех. Я вам сказал в начале лекции, что больше половины процентов, 60% неудачи человека идет от ненаполности, от пустоты. То есть другие проценты – это отсутствие знания, допустим. Плохая судьба тоже от своей проценты забирает. Плохой период жизни не дает возможности человеку жениться. Или сохранить семью. Но, понимаете, в основном главная причина – это неправильный образ жизни, ненаполненность. Итак, первая энергия, которой мы должны наполниться, это энергия природы. Есть еще вторая энергия. Это энергия людей, добрых людей. Вот когда вы сидите на лекции, так любите всех, вокруг улыбается. Вы наполняетесь энергией людей. Что это за энергия? Что она дает человеку? Она дает человеку такую силу, которая легко дает ему возможность выйти замуж, устроиться на работу, продвигаться на работе вверх. Правильно общаться с детьми, правильно общаться с родителями, иметь друзей. Ну, то есть, другими словами, любовь к людям, любовь не к природе, а к людям, дает человеку силу, силу влиять на людей. Когда человек уважает старших, он просто учится, как эту силу брать. Эту силу надо брать с помощью активной позиции в любви к людям. Активной позиции. Понимаете, надо учиться любить людей. Допустим, идете по улице, улыбаетесь людям. Это активная позиция. Люди боятся улыбаться. Думаю, сейчас улыбьешься, а не тому. Он тебя еще нагрубит. Но есть люди, у которых сильная позиция. Они улыбаются, людям на улице идут. И все им улыбаются. Они как бы улыбаются. Все счастливы. Это, по-моему, было в Таллине. Я на улице дарил цветы женщинам. И одна женщина вообще, она не слушала мои лекции. Она просто проходила мимо. И она видит, я всем улыбаюсь, дарю цветы разным женщинам. И она такая, опа, такая. И такая радостная стала. Мне прям захотелось ей подарить. Она прошла мимо. Испугалась. А что делать? Я не знаю, где нужно это использовать. Вот я, например, люблю людей. Но эта любовь, когда-то будет как-то вот так. Вот я их люблю и все. А что с ней делать? Я люблю. Ничего не делаю. Ну, а как? А зачем? Ну, я не знаю. Я просто люблю. Вот это правда. Ну? И мне люди нравятся. Я могу сняться. Вот так вот. Ну, все. Все. Отлично. Ну, а что дальше? А дальше? Вы замужем? У меня есть муж? Ну, он объелся груш, да? Не любит вас. Груш не любит. Меня любит так. Меня любит груш и мать. Вас любит муж? Вот это результат того, что вы любите людей? Вы знаете, он не любит. Но я сначала не поняла, что он... У него с документами не порядок. Я ему много лет уже живу. Но ему не расписано. Это мне так мешает. Муж любит? Да. Потому что вы любите людей. А другие документы – это уже плохая судьба. Это другая тема. Как долго? Что с этой судьбой делать? Это другая тема. Мы сейчас говорим о влиянии вашей любви. Вы правда любите людей. Поэтому вас правда любит муж. Да? Всё? Вот я об этом говорю. Но если вы не любите людей, муж вас не любит. Да, может быть. Я просто об этом говорю. Вы говорите, что с этой силой делать? С ней ничего не надо делать. Она будет с вами делать. Она будет менять вашу судьбу. Это сила. Я сейчас расскажу, как это работает. У меня есть один… Ну, есть очень искренние слушатели моих лекций, которые готовы экспериментировать. У меня есть один мужчина. Он приехал специально из Новосибирска в Барнаул. Там 500 километров. Прилетел на самолете специально, чтобы поднять руку, встать и рассказать всем. Он сказал, слушайте лекции Олега Геннадьевича. Я вам сейчас расскажу, что произошло. И он начал рассказывать. Он говорит, Олег Геннадьевич сказал в лекциях, что надо, чтобы продвигаться вверх по службе, чтобы стать социально сильным человеком, чтобы иметь хорошее положение на работе, быть менеджером. Для этого нужно начать сначала очень сильно уважать своего отца, а потом дальше начать уважать начальство старших, всегда уважать. Учиться вот это из сердца проявлять. И это приведет тебя к высокому положению в обществе. Я думаю, ну, как бы я хочу этого, что мне скрывать? Думаю, давай я попробую. И у него с отцом вообще не было никаких отношений. Много лет. Вообще никаких отношений. И он начал сначала молиться, чтобы почувствовать к нему чистоту в сердце. Потом дальше начал писать какие-то там смс-ки. Отец долгое время не отвечал. Потом начал ругаться, ответил, говорит, ты такой-сякой, столько лет молчал, теперь что-то от меня хочешь, я не хочу с тобой разговаривать. И он продолжает. Отец успокаиваться начал. И он ситуацию довел до того, что отец ему каждый день теперь звонит и благословляет на следующий день. Говорит, дорогой мой сын, я желаю тебе, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы у тебя прошел успешно в следующий день. Понимаете, через отца к человеку идет статус, сила в обществе. Через мать идет любовь. Если, допустим, человек любит мать, он любимый. То есть все его любят. Потому что по судьбе любовь к человеку идет через мать. Если он мать не любит, его никто не любит. Потому что энергия любви всегда у человека в жизни идет через мать. Если человек не любит отца, то его никто не уважает. Потому что энергия уважения, знаете, мужчина уважаемый, а есть неуважаемый. Вот смотришь на человека, он неуважаемый. Почему он неуважаемый? Потому что он не любит отца. Через любовь к отцу человеку идет вот эта сила, что он уважаемый. Вот приведу вам пример просто. Сразу вспомнилась одна семья. Очень влиятельные люди. Два сына и мужчина такой. И у него есть отец еще. Я всех их знаю. Они все имеют очень высокое положение в обществе. Сыновья очень верны своему отцу. Очень верны. Мужчина очень верен своему отцу, деду. Очень верны. И это выглядит очень сильно. Эти люди, знаете, у них такой взгляд очень сильный. Они вызывают очень сильное уважение. Вот эти мужчины. Они такие уважаемые люди. Вот эти молодые парни уважаемые. И, допустим, этот мальчик подходит ко мне и говорит. Олег Геннадь. Что такое он? Он спрашивает с таким очень сильным уважением. Он смотрит верными глазами на меня. Выглядит очень уважительно. То есть человеку хочется уважать такого мальчика. Он уважает старших. Очень сильно относится уважительно. Это значит, что он будет иметь высокое положение в обществе. Сто процентов. Потому что не я только замечу это. Также это заметят те люди, которые руководят им. Любому начальнику, руководителю, нужны верные люди для того, чтобы управлять коллективом. Самая главная проблема в любом коллективе – это предательство. Вот что с людям, с Юлием Цезарем произошло? В чем проблема? У него была огромная страна, огромное войско в подчинении. Почему он все потерял? Потому что он недостаточно серьезно относился к этому вопросу. Надо было рядом с собой держать только тех, кто тебя уважает. Нет, если ты подпустил к себе тех людей, которые не уважают, результат – они тебя и прелезали. Понимаете? Поэтому успешные люди, опытные, они знают, что надо приближать к себе тех, кто тебя уважает. Итак, этот молодой человек сначала добился того, что отец начал его благословлять каждый день. Он заметил, что люди к нему начали по-другому относиться. Его начали больше уважать, ценить вокруг. И дальше он начал культивировать себе вот такое чувство, что, может быть, у моего начальника есть какие-то недостатки. Может быть, он имеет какие-то неправильные понимания вещей, неправильное поведение. Я не должен сильно обращать на это внимание, потому что Бог мне дал вот этого начальника. И я должен ему подчиняться, должен ему верить, потому что этот начальник дает мне средства на жизнь. Он меня содержит фактически. Он дает мне защиту в жизни, прибежище. Это значит, что через него Бог мне помогает. Так действует Бог. И он начал уважать, очень сильно уважать этого начальника. А у него там большая компания. И он начал уважать этого начальника. Но он был просто обычным рабочим. Понимаете? И он вызывает начальник через некоторое время. Говорит, ты хочешь учиться на курсах по менеджменту? И сказал ему, что за курсы, сколько стоит. Он говорит, у меня таких денег никогда не было, чтобы учиться на этих курсах. Это очень дорогие курсы. Начальник говорит, ты хочешь или нет? Он говорит, ну я хочу. Тогда, говорит, мы тебе оплатим. И не только учебу, а также это будет как работа. Ты будешь получать зарплату, пока учишься. И когда он учился, он начал учиться. Тот начальник проверил, что у него все хорошо получается, что он там хорошая, имеет репутацию на учебе. И он ему позвонил, сказал, у нас открывается новое отделение, когда выучишься, станешь там руководителем. И он спросил, а у вас столько очень хороших, опытных руководителей вокруг вас, почему вы их не назначили? И начальник ответил, я сам решаю, кого мне назначить. Ты согласен или нет? Он говорит, это для меня большая честь. И он приехал, чтобы рассказать это людям. Мы не знаем, откуда берется сила. Мы очень инертные в этих вопросах. Если женщина хочет выйти замуж, ей не надо губы красить так, чтобы они стали фиолетовыми. Ей нужно научиться служить женщинам. Научиться любить их, обнимать, целовать, заботиться о родителях, заботиться о подружках. Стать счастливой в отношениях с людьми. Любить женщинам. И эта любовь к женщинам, она делает женщину красивой изнутри. Есть внешняя красота у женщины. Внешняя красота вызывает у мужчины половое желание. Оно не вызывает у мужчин желание взять ее замуж. Заметьте, женщины, у мужчины есть два желания по отношению к женщине. Первое желание – половое желание. Второе желание – взять ее замуж. Это разные желания. Не думайте, что это одно и то же. Если мужчина на вас смотрит, вы не знаете, какое у него желание. Поэтому женщины всегда в древней культуре сначала пытались разобраться, что за желание у него. Он что хочет? Он хочет меня замуж взять или секса? Это разные желания. Так вот, запомните, внешняя красота женщины вызывает половое желание у мужчин, желание секса. А любовь к женщинам или внутренняя красота, любовь к людям у женщины вызывает желание взять ее замуж. Поэтому я спросил, ваш муж любит или нет? Вы говорите, я люблю людей. Я вас спросил, муж любит или нет? Любит. Однозначно. Значит, вы любите людей. Это правда. И так будет всегда. Если женщина любит людей, муж будет ее любить. Он говорит, зачем нужна эта энергия людей? Зачем она нужна? Она нужна для жизни. Есть такое понятие социальная сила человека. Ну, допустим, есть физическая сила, можно штангу поднимать, да, когда человек физически сильный. Но есть социальная сила. Вот почему одному или одной женщине легко выйти замуж, а другой нет? Я серьезно изучал этот вопрос. Я наблюдал за женщинами. Я смотрел их психику, глубоко углублялся в эту тему. И сделал вывод, что женщины, которые любят людей, имеют силу в себе привлечь мужчину желанием взять ее замуж. У мужчины появляется именно такое желание. Теперь вы же женщины скажете, я вот мужчину встретила, он не хочет меня брать замуж, он хочет гражданский брак. Это значит, что вы недостаточно любите людей. Если хотите, чтобы он вас взял замуж, любите больше людей. Потому что воистину только та женщина, которая любит людей, достойна иметь детей. Это Бог решает, какая женщина будет иметь детей. Если женщина любит людей, в это время у нее включаются женские гормональные функции. И она становится красивой. Это такой вид особой красоты, который вызывает желание взять замуж. У нее работают гормоны очень хорошо, гормональные функции, женщина, которая любит людей. Поэтому есть два типа людей на земле вообще. Один тип людей строго к людям относится. Может их наказывать, даже убивать. Этот тип людей называется мужчины. И второй тип людей, это те люди, которые любят людей. И этот тип людей называется женщины. Запомните, женщина – это лучшая половина человечества, потому что она любит людей. По своей природе она любит людей. И поэтому она красивая. А вот если женщина не любит людей, она может себе вот все лицо разукрасить вообще. И губы надуть прямо на 3 километра. Все равно она не будет красивой. А какими дать любить людей? Любить людей можно через заботу. Надо стараться обо всех заботиться. Это активная жизненная позиция. Увидели соседку? Ой, пирожок хочешь? Я сделаю пирожки. Попробуй, пожалуйста. Она, ну, я не знаю. Нет, нет, попробуй, пожалуйста. Ну, ладно, приноси. Раз, попробовала. Ну, что-то вот не хватает такой-то специи. Хорошо. Испекла еще с этой специей. Так, говорит, вот теперь вкусно. И между вами появилась любовь. Потом вы улыбаетесь друг другу. Она вам что-то принесла. Начались отношения. Когда женщина имеет со всеми соседями, со всеми отношениями с людьми вокруг. Она становится любимой для всех. В ней очень сильно активно живет женская энергия. Она в ней включается, она дышит в ее теле. Она чувствует себя, женщина, очень хорошо. Женщина живет в отношениях. Она не живет в квартире. Ей нужны отношения. Она любит отношения. Но в современном мире женщины работают, смотрят телевизор. Единственное, как его любят, это собачек. Но если женщина любит собачек, то она за человека замуж не выйдет. Нужно любить людей. Собачек же легче любить, потому что собачка, она очень смиренно себя ведет с тем, кто ее любит. Она готова на все. Но мужики не на все готовы, понимаете? С ними тяжелее. Вот собачке что не скажи, она совсем согласна. Лишь бы ты ее кормил. Но мужик не совсем согласен. Поэтому нужно учиться. Людить людей означает терпеть, прощать, заботиться. Активную жизненную позицию занимать, подошли к людям. Для мужчины любить людей не означает обниматься, целоваться с ними. Для мужчины означает делать что-то для людей. Это означает труд. Для мужчины любить людей означает трудиться. Когда мужчина трудится для людей, что-то делает, он становится ответственным. Кто такой ответственный мужчина? Это значит, что сказал, сделал. Он любит людей. Ему неприятно, что что-то не получилось, он хочет, что все получилось, он любит людей, означает, трудится для них, что-то делает для людей. Так любит людей мужчина. Когда мужчина становится ответственным, он любит труд, ответственным становится. Перед людьми ответственным становится. Женщина, когда видит такого мужчину, пусть он будет некрасивый там, неважно, она, когда видит ответственного мужчину, который любит труд такой, любит людей, она сразу падает в оморок. Она думает, ой, я такого замуж хочу, за такого хочу замуж. Я правильно говорю женщина или нет? Такой ответственный человек, стабильный, надежный. Никогда не подводит, то есть надежный человек. Классно же? Женщине нравится, ну ой, классно все. Итак, надо изучать эту тему. Если человек одинок по природе, это значит, не значит, что на него никто не смотрит, это значит, что он не любит людей просто и все. Причем разный, вот допустим, если ты хочешь, чтобы тебя на работу взяли, просто люби труд. Просто вот труд люби. И тогда тебя возьмут на работу обязательно, потому что люди чувствуют, любишь ты труд или нет. В тебе есть эта сила, значит, тебя возьмут на работу. А если ты хочешь, чтобы тебя, ну, жениться, тогда ты должен стать ответственным перед людьми. Это немножко другой тип любви. Это когда ты сказал, сделал, сказал, сделал. То есть надо вырабатывать в себе ответственность. Никогда не отступай от своего слова. Всегда служи людям, будь стабильным. Давай гарантии. И когда мужчина всем дает гарантии своим присутствием, в нем появляется такой тип красоты, который привлекает женщину очень. Потому что женщине нужна гарантия рядом с мужчиной. Она не хочет жить непонятно с кем. Чтобы он был таким нестабильным человеком, нужны гарантии обязательно. Тогда она счастлива. Вот что знает женщина счастлива рядом с мужчиной? Она чувствует гарантии, это ее сразу расслабляет. Она чувствует счастье. Есть гарантии, есть счастье. Нет гарантии, нет счастья. Поэтому женщина, она по мелочам проверяет. Допустим, она, вот, допустим, ее полюбил мужчина, она не знает, есть гарантии или нет. Ей, как бы, вот это вот то, что там лямур, там все. Все это ей, как бы, хорошо, но это не самое главное. Она проверяет мужчину. Она говорит, он говорит, завтра встречаемся, там, в два часа дня, допустим. Возле Колизея, допустим. Она приходит и смотрит на часы. Если он приходит одна минута третьего, она разочарована в нем. Думаю, блин, этот человек не дает гарантии. Я не пойду за него замуж. Ну, то есть, или он, допустим, не хочет отдавать. Он такой жадный, допустим. Пришел без цветов. То есть, значит, он деньги отдавать не будет. Зачем за него замуж выходить? Он даже цветочек не может подарить. Как он подарит свою работу мне, свою зарплату. Даже цветочка не может подарить. Она сразу сомневаться начинает в нем. И воль, и воль, и воль ему, ей абсолютно не нужна. Мужчине нужна женская заботливость. Она, допустим, говорит, я тебя люблю. В ресторан пришли. Она даже не может ему что-то там послужить, позаботиться, сидит, сама ест. Ну, а в чем заключается любовь? Где ее любовь? Если она ничего для меня не хочет сделать. Она говорит, сам ешь. Что это за любовь? Любовь означает заботу. Ведь если женщина любит, заботится о людях, она позаботится и об этом человеке, легко. И он чувствует, что это мой человек. Я хочу замуж ее взять. Если не заботится, можно сексом позаниматься. Тоже нормально. Но замуж нет. Если мужчина как бы безответственный, ну, можно с ним покрутить роман, чуть-чуть за нос его поводить. Но замуж нет. Понимаете, о чем я говорю? Мы говорим с вами о том, откуда берется сила иметь устойчивость, успех в социуме. Эта сила берется от самих же людей. Ты людям отдаешь что-то взамен, от людей что-то получаешь. Это называется социальная сила. Если у человека не может устроиться на работу, если у человека нет высокого положения в обществе, если человек не может воспитывать своих детей, это значит, что у него нет какого-то типа силы просто в отношениях с людьми. Допустим, в воспитании детей нужен особый тип силы. Этот тип сил называется уважать младших. Что значит уважать младших? Многие люди даже не понимают, что это значит. Уважать младших означает дать младшему право делать глупости. Он младший. Он не понимает. Я когда был студентом в институте, я жил в квартире. Там две семьи жила я и еще одна семья. Я был бедным человеком, у меня не было денег, чтобы снять себе побольше что-то. И там в соседней комнате жила семья. Там мама была копия и дочка просто один в один. Вот если их поставить, это дочка, это маленькая копия большой мамы. Они очень похожи были на друг друга. И мама все время кричала как бы на дочку. В кого-то такая дура уродилась вообще. И когда я смотрел на нее, я думал, мне очень понятно в кого. У меня нет сомнений. И в чем заключалась глупость мамы? Глупость заключалась в том, что она не понимала, что маленький ребенок не понимает то, что ты понимаешь. Он действительно не понимает. Допустим, мать говорит, ты что не понимаешь, что нельзя плохие отметки получать? Он не понимает. Потому что он ребенок. И кто такой старший вообще? Кто такой старший? Старший это тот, кто дает право людям не понимать. Вот, допустим, когда собачка гавкает на улице, вы что, нервничаете из-за этого? Ой, хватит тебе лаять вообще. И если вы увидите на улице человека, который ругает собачку за то, что она лает, и это не закончится, потому что собачка еще больше будет ругать, лаять, человек еще больше ругает, сложно определить, кто более глупый, да? Ну, точно так же, когда вы ругает своего ребенка, не понимая, что он не понимает, сложно понять, кто более глупый. У меня возникают сомнения в этот счет. Может быть, мама глупее самого ребенка, потому что она не понимает. Другое дело, когда мама понимает. Она видит, что ребенок маленький, у него слабый разум. Он не понимает, что так не надо делать. Это значит, что мама не нервничает, когда он делает плохо. Она понимает. Она не удивляется этому, «Ты что, вообще с ума сошел? Так нельзя делать!» Она не удивляется этому, что он так сделал. Потому что он маленький, он не понимает. И вот когда человек дает право кому-то не понимать, этот человек становится старшим. И к нему и относится с большим уважением, как к старшим, потому что он дает право ошибаться людям. Дает право не понимать что-то. И если вы так относитесь к своему ребенку, он будет очень хорошим расти, послушным. Потому что ребенок спорит, грубит только потому, что он не согласен, что к нему так относятся. Он не согласен, что ему не дают этого права быть младшим. Но если мать дает право, отец дает право, ребенок очень разумным развивается. Это не значит, что не надо его наказывать. Девочку наказывают с помощью отстранения. С ней не общаются, с ней разговаривают. Мальчика можно лишить свободы, подойти там, поставить в угол его, или закрыть в комнате. Ну то есть наказывать не означает избивать ребенка. Унижать, это тоже не наказание. Наказание всегда означает отключать краник любви. Ну как мальчику всегда надо двигаться, нужно куда-то бежать. Ты не даешь ему бежать, и он сразу начинает думать, что делать дальше. Начинает просить возможность такую. Женщине, девочке всегда нужно общение. Ей нужно общение. Она женщина, маленькая женщина. Вот, если ты не разговариваешь с ней, не общаешься, любовь не включаешь в отношения, она сразу начнет изучать, что делать. Она подойдет к маме и скажет, мама, ты что со мной не разговариваешь? Доченька, потому что ты вот так ведешь себя. Мама, а если я буду вести себя по-другому, ты будешь со мной разговаривать? Конечно, буду. Но ты начни себя вести по-другому. Ладно, я постараюсь. Все, вот так надо воспитывать ребенка. Дать ему право просто. Допустим, ребенок сделал какую-то глупость, вы сильно расстроились. В это время не надо его воспитывать, надо прийти в себя. Вы успокоились, дали возможность право ребенку, не удивляетесь уже, почему человек расстраивается, потому что он удивился, как мой ребенок съел какашки. Ну, маленькие дети иногда едят. Как это возможно вообще? Я не ожидала. Ну, помолись, успокойся. Он маленький ребенок. Ты не ожидала, но это ничего не значит. Потому что он маленький, он не понимает. Он маленькие дети, вот годовалые дети до двух лет, они изучают этот мир, пробуя все на вкус. Это единственный способ для них познавать этот мир. Они больше не знают, как это делать. Когда ребенок пробует какашки, он просто изучает. Так, это не очень такое вкусное. Наверное, плохая вещь какая-то. Он не знает ничего про этот мир вообще, ему ничего не известно. И ему надо практично, как бы мальчикам. Девочки изучают этот мир словами, глазами своей мамы, своих родителей. Девочки не будут ничего пробовать. Они будут спрашивать, понимаете. Мальчик, ему как бы что говорят, ему по барабану. Ему нужен опыт получить. А он свой опыт получает только через вкус. Он очень маленький еще ребенок. И он будет ходить все пробовать. Я даже помню себя в таком возрасте, когда я ходил все пробовал. Изучал этот мир. Больше не было никакой возможности понять. Потому что мужчине надо понять практически все. Ему объяснение вообще никак. Не алло. Вот сейчас мужчины, допустим, на лекции сидят, слушают меня. Они думают, ну хорошо, говорит, молодец. Или я с этим не согласен, допустим. Но понимаете, если они не будут ничего делать практически, то это то, что я говорю, это для них ноль. Это вообще не войдет в голову. Женщины совсем по-другому слушают. Они все впитывают в свое сердце. Понимаете, если они видят, что нет, как бы, ну все складывается по полочкам, укладывается, тогда они начинают практически это применять. Мужчина пока не применит практически, знание не войдет в него. Ему надо сначала это попробовать, проверить. И даже если отрицательный результат, мужчина счастлив. Одна женщина у меня лечилась камнями, то есть я могу лечить камнями. И ей помогало. У нее муж очень богатый человек. У нее был свой завод. И он пришел такой деловой, такой пришел ко мне, говорит, что это помогает, что ли? Я говорю, ну как вы считаете, вот жена ваша довольна, значит помогает. Он говорит, я никак не считаю. Поставь мне камни, тогда я буду считать. Ну я ему поставил камни. И он говорит, вот ты мне так поставил, а если я буду носить неправильно, что мне будет хуже? Я говорю, да, если вы вот так будете носить, то вам будет хуже, у вас снизится давление. И он, когда вышел от меня, именно так и одел. Потому что он мужчина. И он такой едет на машине, такой звонит мне, говорит, у меня глаза в кучу пошли такие. Это что, от твоих камней? Я говорю, да. Если вы их неправильно поставили, то глаза в кучу пойдут. Он говорит, работает, отлично. У него глаза в кучу пошли, как бы ему по барабану, работает с тем. Знаете, то есть мужчине главное узнать. Ему неважно, глаза в кучу там или что. Главное, что это работает. То есть он понял. На практике ему можно только понять. Он не может по-другому никак понять. Мужчина. Из этого какой можно сделать вывод? Если вы мужу своему говорите, слушай, давай бросать пить. Ну то есть вы можете сказать тысячу раз. Нужен практик. Нужен какая-то практика нужна. Понимаете? То есть если мужчина, как бы мы с вами говорили, как сделать так, чтобы вчера, чтобы слова глубоко зашли в сердце. Это другая тема. Я сейчас говорю о том, чтобы он включился в отношения с вами. Часто мужчина, ну как бы не уважает женщину. Ее слова, ему все равно, что он там говорит. Понимаете? Для того, чтобы он вас услышал, есть еще другой способ. Надо понять, что сами по себе слова, они на мужчину не сильно действуют, если женщина не проявляет, другой поступок не совершает. Допустим, некоторые женщины мне говорят, Олег Геннадьевич, я мужа бросил, и представляете, он такой звонит мне, говорит, вернись, я брошу пить. Так я ему тысячу раз говорил, брось пить, иначе я уйду. Это не работает. Надо, ну понимаете, надо, она говорит, а я уже бросила, я уже приняла решение. Понимаете, женщина, неправильное мышление. Надо мужа чуть-чуть бросить. Не сильно, а чуть-чуть. Ну то есть, он, допустим, выпил, а вы раз с ним пять дней не разговариваете, живете в соседней комнате. И он такой, ну что ты, ну что ты сам, пытается как бы, мужчина сначала, если вы с ним не разговариваете, он будет три стадии проходить. Первая стадия, угрозы. Он говорит, если вы больше не разговариваете, я это оброшу. Не обращайте внимания. Это вообще просто ерунда. Ясно, что он не бросит, нет оснований. Вторая стадия, ну подлизывание, то есть, он начинает, как вам, ой моя дорогая, что ты со мной не разговариваешь, я так люблю. Не обращайте внимания, это тактика. Ничего он менять не хочет, он хочет просто вас сломать, таким образом, вашу, вашу позицию жизни. Это, ну, подкоп. как бы действует, тактика такая. Продолжайте держать дистанцию. Третья стадия, он подходит, говорит, ну что с тобой стряслось, быть может, я в чем виноват, нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Вот. Это значит, что все, он как бы пробило его, он начал вас уважать. Вы совершили действие, понимаете, мужчины понимают только действие, они слова не понимают. Если, допустим, вы хотите с мужчиной что-то ему объяснить, не разговаривайте с ним, уедьте к маме на пару дней, ну то есть, как бы, совершите какой-то поступок, не ложите с ним постель, ну то есть, сделать какой-то поступок, чтобы он понял, что что-то происходит. Потому что, пока вы ему говорите, ничего он не поймет. Вчера, то, что мы говорили вчера, это не отменяется. Говорить надо по-доброму, говорить после еды, там, говорить так, что входило в сердце глубокое, это не отменяется. Но это, мужчина будет слушать, если он уважает женщину. Многие мужчины просто не уважают женскую, женщину, как человека, который вообще может что-то посоветовать. И вот с этим надо бороться вот так, с помощью твердой позиции. Не слушает, отстраняемся. Понимаете? Распитывать надо мужа. Любовь к близкому человеку состоит из двух граней. Первая грань называется служение, а вторая грань воспитание. Ко мне часто обращаются две категории людей. Первая категория людей примерно вот так говорит. Олег Геннадьевич, мы что-то жили-жили вместе, устали друг от друга, нам стало неинтересно, и мы разошлись. Вывод. Нет служения. Нет служения, нет любви. Нет служения, понимаете, нет вот этого вкладывания в человека. Просто живем рядом. Он своей жизнью, я своей. Нет служения, значит, скоро закончатся отношения. Вторая категория людей. Олег Геннадьевич, я ему служила вот по вашим лекциям, и заботилась, и все для него делала. Он вообще нашел себе другую. Что это значит? Нет воспитания. Понимаете, есть две стороны медали любви. Первая сторона называется служение, вторая воспитание. Запомнили? Начинается любовь со служения, заканчивается воспитанием. И вы скажете, как воспитать близкого человека, если он слушать ничего не хочет? Это правда. Близкий человек никогда ничего не хочет слушать. Это правда. Это нормально. Что делать? Нужно понять принцип, что есть определенные стадии отношений. Вот почему близкий человек ничего не хочет слушать? А потому что он взял тебя не для того, чтобы ты его воспитывала. Или ты вышла замуж за него не для того, чтобы он тебя воспитывал. Ты вышла замуж за него для того, чтобы испытывать счастье. И он взял тебя замуж тоже для того, чтобы испытывать счастье. Не для воспитания. Для воспитания есть преподаватели, допустим, родители есть для воспитания. Ну, как бы не предполагалось, что я буду получать от тебя воспитание, если я тебя взял замуж. Ты должна наслаждать меня. Я должен испытывать счастье. Так человек настроен, так он думает. Это очень эгоистическая позиция по отношению к близкому человеку. Но наша любовь состоит из эгоизма. Мы эгоисты в любви. И поэтому есть определенные этапы. Слушайте меня внимательно. Человек должен сначала служить близкому человеку. И это служение должно быть без унижения. Мы с вами будем изучать, как служить без унижения. Это большая проблема. Как только начинаешь служить близкому человеку, ты для него что-то сделал, он раз такой не обратил внимания. И у тебя два варианта. Или психануть, или унизиться. Но есть третий вариант, который дает победу над судьбой. Не обратить внимания. Этот вариант называется бескорыстное служение. Ты сделал что-то для человека, и, допустим, он не сказал спасибо. Ничего страшного. Но это может быть ничего страшного только в том случае, если ты любовь уже получил из другого источника. Вот это бескорыстно. Допустим, женщина приготовила мужу, а он не сказал спасибо. Это значит, как сделать так, чтобы не обидеться, то есть не унизиться. Если ты унизилась, любви не будет. Как сделать так, чтобы не унизиться, и его смочь воспитывать? Потому что, если ты не унизилась, значит, ты сможешь его воспитывать. Нам, наверное, не хватает воздуха, да? Душновато? Нормально, нормально, да? Запомните, только в том случае, если вы готовили пищу с молитвой и получили в сердце чувство, что Богу нравится то, что вы сделали, то как бы для Бога приготовили, почувствовали счастье от отношения с Богом во время приготовления. И муж поел, не просто поел то, что вы приготовили, а он поел освященную пищу. Он получил благо очень большое от этой пищи. И вы уже довольны просто тем, что он поел эту освященную пищу. Вам не обязательно, чтобы он ее хвалил. Это называется бескорыстное служение. Или вы, допустим, когда стирали белье мужу, развешивали, вы заговорили его, пускай у тебя на работе будет успех, пускай ты будешь здоровым, когда ты будешь ходить в этой одежде. И вы это делали с молитвой к Богу, обращались к Богу. И если у мужа все получается в жизни, вы говорите, спасибо тебе, Господи. Вы получаете взаимность от Него. Вот теперь послушайте меня внимательно. Если вы делаете все бескорыстно по отношению к близкому человеку, означает, не обижаетесь на него, не требуете взаимности, то в этом случае ваше служение уходит очень глубоко в сердце этому человеку и вызывает чувство, очень важное чувство, которое должно возникнуть в жизни человека. Это чувство называется чувство благодарности. И это чувство является основой, гарантией, что вы будете вместе надолго. Понимаете, чувство благодарности – это не чувство, которое возникает, исходит от человека. Это чувство исходит от Бога в сердце. Это Господь благодарен тебе за то, что ты служишь этому человеку. И человек не может никак отказаться от этого чувства. Чувство благодарности исходит из сердца, независимо от того, хочет этого человек или не хочет. Если человек что-то делает бескорыстно, чувство благодарности обязательно возникнет. Вот если я, допустим, бескорыстно читаю вам лекцию, то тогда в этом случае у вас обязательно возникнет чувство благодарности. А если корыстно, не возникнет. И это значит, не будет обмена между нами. Я потратил силы, а толку никакого нет. Потому что именно чувство благодарности и даёт ощущение счастья. Понимаете, если вы приготовили, но при этом ничего не ожидали, просто приготовили, ничего не ожидать невозможно. Потому что любовь всегда требует обмена. Ты вложил в любовь, хочешь назад. Поэтому нужно не по-другому настраиваться. Нужно вкладывать в отношения с Богом, когда ты служишь близкому человеку, и от Бога получать счастье. В сердце прямо. И ты когда отдаёшь это такое вот служение близкому человеку, от него исходит благодарность в это время. И благодарность – это такое чувство, которое открывает уши. Это значит, что с этого момента, когда человек тебе стал благодарен за то, что ты сделала, он говорит, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Я очень благодарен судьбе, за что у меня такая жена. С этого момента можно начинать его воспитывать. Потому что воспитывать близкого человека, пока не возникло чувство благодарности, это разрушать отношения. И воспитывать близкого человека можно только по-доброму. Только с шуткой. Разок мне на день рождения подарили вкусный пирог. Не скажу, какой, а то все принесут. У меня такое уже. Да, я вам и знаю. Ну ладно. Ну я рассказывал эту историю, чтобы вам показать, как воспитывать близкого человека. Вот. И жена любит все дарить. Все, что я привожу, все сразу раздаривается. Вот. И она обожает просто. Она когда увидела этот пирог, она его поставила на стол. А я думаю, вот, такое пирог вкусное, я теперь смогу его поесть. Я так хотел, мечтал. Вот. Она посмотрела на него и говорит, надо половину отдать друзьям. Я говорю, давай одну четвертую отдадим. Она говорит, давай. И разрезала пирог на три части. Одну часть сразу, одна часть, одна третья сразу улетела. Пирога стало на одну треть меньше. Потом она на обед отрезала мне кусочек пирога, я съел, но думаю, еще на три дня как минимум. Вот. Потом дальше, вечером пришли подружки, она накормила пирогом подружка, пирогом подружка, подружка. Потом с утра она мне рассказывает, что, слушай, как бы, такая ситуация, я что-то ничего не приготовила. Мне этот пирог особо вообще не нравится, но пришлось его съесть. Потому что нечего было кушать. Я в шоке, короче. Ничего не осталось. Я открываю холодильник, пирога больше нет творожного. Я мог, конечно, надуться, как лягушка и лопнуть потом от гнева. Но это бы не помогло. Я помолился, переварил это все и просто начал рассказывать жене историю о том, как я остался без творожного пирога. И начал рассказывать очень эмоционально, театрально очень. Она каталась по полу от смеха. Каталась по полу. В следующий раз она попросила, это продолжение истории, вы не знаете, это же недавно произошло. Она попросила друзей подарить нам два пирога творожного. И один пирог она сразу раздала. а из второго три раза мне по кусочку досталось. Примерно такая же схема была и с остальным. Все разлетелось. Или она съела сама. Но три кусочка это уже неплохо. ну то есть она сделала свои выводы и начала стремиться вести себя по-другому. Ну то есть это означает, что вот такой метод очень хорошо работает. С любовью обучает близкого человека, но с любовью означает простить, принять его. Или строгость, добрая строгость. но злоба никогда не помогает человеку понять. Если мы злимся, кричим на него, то это не помогает. Понимаете, но даже если у тебя есть добрая строгость, но он неблагодарен тебе, он тебя не услышит. Знаете, люди часто живут друг с другом много лет. И у них все разговоры только о работе, о детях, о делах. У них нет сердечных разговоров. им нечего глубокого друг другу сказать. Если у человека есть какие-то глубокие реализации в жизни, он близкому человеку об этом ни за что не скажет. Есть только одна причина, потому что никогда в жизни у них друг другу не было чувства благодарности. Чувство наслаждения было, чувство счастья было, чувство, что все классно у нас вместе жить было, а чувство благодарности, понимаете, это когда ты видишь, что твой человек, с которым ты живешь, лучше тебя, лучше. Он делает что-то для тебя, ничего не просит взамен. Он лучше тебя, этот человек. И ты подходишь к нему и говоришь, ты лучше меня, спасибо тебе за это. И вот когда это чувство благодарности возникло, можно близкому человеку сказать какие-то сокровенные вещи. Часто люди жалуются мне, что мы прожили 15 лет вместе и потом бац, близкий человек от меня уходит. У нас дети, у нас квартира, у нас семья, мы родные люди. Как он мог уйти? Меня просто один вопрос спрашивают. Как он вообще мог? Запомните, квартира, семья, дети не удерживают человека рядом. Человека рядом удерживает только чувство благодарности. Если он благодарен тебе за все в жизни, он не уйдет. Он останется просто потому, что он тебе благодарен. и очень сильно это чувство увеличивает, когда в доме поклоняются Богу. Это третья вещь, которую я хотел вам сказать. Я вам рассказал о том силе, который дает любовь к людям, что человек становится успешным социальным. Я вам рассказал о здоровье. Кто такой здоровье? Тоже успешный человек? Мягкий, пушистый, такой пухленький, счастливый, радостный, терпеливый. Приятно с таким человеком иметь дело. Но есть еще одна сила, которая дает человеку преодолевать препятствия. Вот допустим по судьбе все рушится, ломается. Но если человек сосредоточился на Боге, он начал слушать молитву и сам повторять так же, потому что сосредоточиться на Боге самому невозможно. Точно так же, как аромат переносится от одного цветка к другому, это называется опыление. Тогда хороший урожай. Вот чтобы у нас урожай был хороший в отношениях с Богом, нужно опылить аромат нашей веры. Нужно слушать тех, кто молится. Вот чем мы занимались вчера. Почувствовали? Хорошо? Понравилось вам? Как мы повторяли? Да. Это можно перенять только от тех, кто искренне молится. И вот когда человек искренне начинает молиться, то у него он преодолевает препятствия, которые невозможно преодолеть самому. Ну то есть фактически следует знать, что если человек верит себе, верит в свои силы, то вот силы у него кончаются и препятствия становятся непреодолимыми. Есть другой вид веры, когда человек перестает верить себе, своим силам. Он начинает верить Богу. И препятствие становится преодолимым. И даже чудеса происходят. У вас здесь в одном храме даже источник забил, да? прямо из земли в тюрьме, да? Это святой Петр или кто там? Павел? Я не помню, кто здесь у вас. Это было прямо здесь в Риме. Он сидел в тюрьме и его окружение говорили, что что ты молишься Богу, Он тебе ничего не дал, ты даже попить не можешь, у тебя жажда. и Он сказал, что если Бог захочет, я попью и сразу вода пошла из земли. Как его зовут? Кто это? Вы должны знать историю своей культуры. Итак, это святой Петр, да? Святой Петр, да? Ну вот, это признак, ну так, Господь, связанный со своими, кто им служит. Это идет через память. Вы должны знать, как работает судьба. Судьба хватает человека за память. Судьба хватает человека за память. Если действует плохая судьба, человек не может оторваться, он думает, думает, думает постоянно об этом. Это означает влияние, плохой судьбы. И через думание происходят все события плохие. Думаешь о плохом, наступают плохие события. Думаешь о хорошем, наступают хорошие события. Через мысли действует судьба всегда. Через мысли. А как научиться не думать о плохом, Олег Геннадьевне? Для этого нужно повторять вместе с теми, кто молится. Потому что есть память, привлекается силой и любовью. Двумя вещами. Есть сила, есть любовь. Когда люди молятся, они могут очень с силой, с силой большой молиться. И так же с большой любовью. Есть молитвы, пропитанные любовью, а есть молитвы, пропитанные силой. И то и другое привлекает память. Когда человек свою память от страданий отвлек, он начал думать о молитве, то в это время сила Бога наполняет его и разрушает плохую судьбу. Ну то есть надо молиться вместе с теми, кто привлекает твою память, кто очень сильно тебя привязывает к себе. Есть разные молитвы, которые наполнены любовью, понимаете, силой. Ну то есть эти молитвы, они примерно похожи друг на друга. То есть они может быть все разные, но они похожи вот этой вот очень большой силой. То есть люди молятся с очень большим желанием внутренним. И я могу вам поставить, одну вы уже слышали. Допустим, я вот у меня есть просто песнопения такие духовные. Это молитва Харе Кришна, ведическая уже молитва. Один святой человек, он прямо оставил этот мир в поклоне перед алтарем. и вот он поет тоже очень красиво. Я просто вам ставлю разные, сейчас буду ставить молитву, вы послушаете, как это звучит. Hрисree Кришна, которая будет Вот это любовь, это энергия любви. Я просто вам ставлю разные религии, разные веры, чтобы вы изучали эту тему. Что значит молитва, побеждающая судьбу? Как она выглядит? Она должна привлекать ум. Человек завораживает эту молитву, он не может оторваться. Вот еврейская, допустим, молитва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво? Красиво означает, идет сила внутри. Сила, дающая счастье человеку. Мусульманскую ставим. Я недавно был в Ташкенте, там читал лекции. Мы под эту молитву повторяли, отбываю всем счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Красиво? Альхамдуля означает Богу хвала. Аллилуйя тоже означает Богу хвала. То есть все люди, Харе Кришна тоже означает Богу хвала. Это все одно и то же. Все люди повторяют на разных языках одно и то же фактически. Они прославляют Бога. Красиво? Вот это побеждает судьбу. Что это значит? Что это если вы очень сильно это слушаете, самое важное понять, что когда человек просто слушает, он не может победить судьбу. Ему нужно еще повторять. Когда человек повторяет, его память увеличивается десятки раз о том, что он делает. Повторять надо спокойно, не торопясь от сердца. Так же, как они, те, кто от сердца повторяют, они тоже не торопятся. Некоторые торопятся больше прочитать молитвы. Это не помогает. Нужно от сердца спокойно. И тогда, когда твоя память примагнитилась к этому звуку, то проходит три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Тебе стало спокойно, муж уходит, а тебе стало спокойно. Такое ощущение, что как будто тебе наплевать. Но тебе не наплевать, это просто 30% побед над судьбой уже произошло. Он говорит, я ухожу. Тебе спокойно, он все равно уходит. Он говорит, я ухожу. А тебе спокойно в сердце. Вторая стадия называется контакт, влияние. То есть люди связаны друг с другом в сердце. И ты до этого была очень обижена, даже разговаривать с ним не хотела, какое предательство он совершает. Уходит от тебя. А сейчас ты чувствуешь, что я есть силы с ним разговаривать. Ты с ним общаешься. Он начинает с тобой дружить, хотя живет с другой женщиной. По-доброму к тебе относиться начинает. Читает тебя близким человеком, что ты остался близким, осталась близким человеком. Это уже 60% побед над судьбой. Потом дальше у него начинает совесть просыпаться. Он думает, что же я ее бросил-то. Он приходит к вам в гости и говорит, я хочу тебе помочь. Вот деньги на ребенка. Давай я тебе там отремонтирую квартиру. Вот тебе ремонт. Ремонт там и так далее. Потом начинает общаться, советоваться. Вот у меня жена плохо себя ведет. Что бы ты посоветовала ей сказать, как с ней, что делать, чтобы она перестала так себя вести? Ты ему рассказываешь, советуешь. Он это делает. Потом говорит, я у тебя останусь. На ночь останусь, что-то домой не хочу. И там все плохо, у тебя все хорошо здесь. Потом говорит, ну я уже все, никуда не пойду, я здесь вообще останусь. Я вам рассказываю реальные истории, мои хорошие. Я уже давно еду. У меня много интересных историй для вас. Это все молитва. И женщина молилась мне, рассказывала о своих ощущениях, что происходило в ее сердце. И эти стадии у всех есть, у каждого человека. Если человек побеждает свою болезнь, первая стадия победа над болезнью, спокойствие. Вторая стадия знания. Человек понимает, что делать. Он как бы общается уже с болезнью. Он знает, что делать с ней уже. Он начинает преодолевать ее. У него уже есть метод. И третья стадия выздоровления. На работе первая стадия – спокойствие. Начальник говорит, я тебя выгоняю через полгода. Все. Первая стадия – спокойствие. Вторая стадия – влияние. Начальник уже лучше начал к себе относиться. И третья стадия – победа над судьбой. Представляете, даже если начальник вас выгонит, а вы почувствовали третью стадию, даже если муж не вернется, а вы почувствовали третью стадию, Значит, Бог вам сразу даст другую работу и даст другого мужика. Ну то есть, понимаете, мы имеем дело только со своей судьбой всегда. Мы не имеем дело с человеком. Но судьба, когда имеет дело с нами, она делает интересную вещь. Она нас всегда зацепляет за крючок плохого мнения о человеке. Если мы начали плохо думать о человеке, значит, мы проиграли судьбе. Нужно себя оторвать от этих мыслей, не дать возможности так думать. Иначе вы ничего с судьбой не сделаете. Как только вы обиделись на человека, считаете, что он виноват во всем, вы судьбу победить не сможете. Потому что вы в этот момент не понимаете, что все в ваших руках. Если человек виноват, значит, его поступок должен все поменять. Мне делать нечего. Он должен что-то делать. Я же не бросала. Но если ты понимаешь, что твоя судьба действует, тогда ты будешь делать. Что ты будешь делать? Ты будешь молиться Богу. Ты будешь строить отношения. Прощать, просить прощения. Какие у вас вопросы ко мне по поводу сегодняшней лекции? Если мужчина категорически против, это значит, что благодарности в его сердце в результате отношений с вами не возникло. Это значит, что ваше служение ему нечистое. Нет глубины в вашем служении. Потому что он должен стать благодарным к вам. А когда он благодарным к вам станет, его сердце зайдет в ваше знание. Знание не передается через слова близкому человеку. Она передается через сердце. Женщина всегда идет вперед по отношению к Богу, по отношению к мужчине. Всегда. Но мужчина тоже меняется. Понимаете? Если мужчина вообще не меняется, еще больше того настроен негативно, это значит, что женщина неправильно с ним строит отношения. Это значит, нет глубокого контакта с его сердцем. Это значит, что нет ни правильного служения, ни воспитания. Потому что есть правильное служение и воспитание. Есть. То он все равно будет меняться. Просто не так, как вы хотите. Ко мне один раз женщина пришла, такая говорит. Олег Геннадьевич, у меня муж. Ну, неразумный человек. Я не знаю, как с ним вообще жить. Он тупой, как баран вообще. Ничего не соображает. И оказалось, что муж, ну, она консультацию у меня получала, что муж стоит за дверью. Я узнал об этом, говорю, приглашайте мужа. Она пригласила. Я говорю ему, вы уже курить бросили или нет еще? Он говорит, я почти бросил уже. Я раньше 10 сигарет курил в день. А сейчас всего пол сигареты курил. Я скоро вообще брошу. Она говорит, ветвить Олег Геннадьевич. Он не бросил. А я уже два года молюсь. Понимаете? Я говорю, а вы как у вас с работой? Он говорит, ну, я уже работаю. Говорит, просто мне работа не нравится, но я стараюсь. Уже работаю. Как бы зарплата не такая большая, но я работаю. Я говорю, видите, он не бездельник, он работает у вас. Она говорит, ну, зарплата там маленькая. И так далее. Понимаете? Женщина никогда не будет довольна полностью с развитием, прогрессом своего мужа. Потому что всегда она будет впереди в этом вопросе. Понимаете? Но если женщина стала довольна прогрессом своего мужа, то она вообще может расслабиться и счастливо жить. Потому что он уже не остановится тогда в этом случае. Но это надо вкладывать к его силы. Понимаете? Поэтому вы вкладываете силы. Мужчины такие медленные люди. Это как паровоз. Его надо разогнать, потом его не остановишь. Медленные мужчины очень... Я говорю вам, что мужчины очень тугие в поступках, в деятельности, в мышлении. Но характер их быстро меняется. Если мужчина пошел вверх в своем развитии, он быстро себя поменяет. Надо его поменять в эту сторону. Он должен стать вам благодарным когда-то в какой-то момент. Вы, когда ему что-то делаете, сильно обижаетесь, что он не реагирует. Нужно думать о Боге, когда вы делаете что-то для мужа. И стать самодостаточно наполненным в отношениях с Богом. Надо думать, знаете как? Что я делаю все для того... Я делаю для блага своего мужа все. Я это делаю с мыслями о Боге. Я делаю не для того, чтобы он мне был... Ну, как бы, чтобы он мне сказал спасибо. Чтобы он обращал внимание на мое служение. Я делаю для того, чтобы он ему благо получил. Если я с молитвой готовлю, муж получает благо от этой пищи. У него очищается судьба. Человек, который освященную пищу ест, он вас в ад никогда не пойдет. Ради этого надо готовить к мужу. И все, и ничего от него не хотеть вообще. Ничего не желать. В результате он станет благодарным через некоторое время. Бог откликнется из его сердца. И в этот момент, вы когда ему что-то говорите, благодарный человек не может не слушать того, кого он благодарен. Одна женщина мне задает вопрос. Говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вам задать вопрос. Я его спрашиваю, а сколько вы слушаете мои лекции? Она говорит, я никогда не слушал ваши лекции. Я первый раз на лекции. Я ей говорю, я не буду отвечать на ваш вопрос. Я не буду вам отвечать. Она говорит, почему? Я говорю, а потому что у вас нет благодарности. Вы никогда не слушали, у вас ничего в жизни не менялось. Вот я вам сейчас буду говорить серьезные вещи, которые очень трудно принять в жизни. Я говорю, я не буду вам говорить, потому что вы не сможете принять мои слова. Она говорит, нет, скажите, заставила меня. И сказала, она не приняла. Почему? Ну, потому что она, благодарность человека заставляет принять. Если я ничего для нее в жизни не сделал, она не услышит меня, а ей надо было услышать серьезные вещи от меня, понимаете? А серьезные вещи означают всегда очень тяжело принимаемые. Поэтому наши отношения не находились на той стадии, чтобы она услышала. Точно так же, если вам муж не благодарен еще, он не примет от вас знания. Хоть вы лопнете. Нужна благодарность, понимаете? Надо микрофон, а то переводчики не слышат ничего. Они не могут переводить ваши слова. По поводу ваших слов относительно делания чего-то для мужа, но с точки зрения, чтобы в этом было благодать для него, а не так, что я хочу... Блеснуть, блеснуть перед ним своим рецептом. Вот если, допустим, я хочу восносить хвалу Господу, но смыслю, что я это делаю для блага мужа. Да. В данном случае молитва будет для него полезна? Очень. Очень. Конечно. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, вот сколько раз мне надо во время молитвы вспоминать мужа, чтобы ему благо было? Я говорю, надо постоянно вспоминать об этом. Она говорит, почему? Я говорю, потому что, ну, у Бога, он, понимаете, Бог, он очень старый уже, и у него уже развился склероз, понимаете? Вот вы один раз ему сказали, это для мужа, как бы, он забывает все время. Поэтому надо повторять, постоянно повторять, что это для мужа, это для мужа молитва. Вот, и тогда он будет вспоминать и направлять мужу. Понимаете, мы смешные люди. Мы не понимаем, что Бог, он не такой, как мы. Он ничего не забывает. Вы один раз сказали, это для мужа, а дальше думать только о Боге. И он все направит к мужу. Он ничего не забывает. Но так как мы забываем, поэтому мы тысячу раз вспоминаем. Так, это для мужа молитвы. Для мужа. Один раз подумали об этом, все, пойдет к мужу. Да, ваш вопрос? Будьте счастливы. Спасибо. Очень глубокая, прям трогая. На просьбу маленькая, на молитву, которую мы сегодня поставили, с Майей Сергеем. Если можно, ссылочку. Да запросто, это вообще не проблема. Я уже слышала в ваших лекциях, эту молитву как бы там. И вы не можете найти, да? Я искала. А я могу? Спасибо. У меня еще много есть. А можно вот все какие-то такие благостные молитвы и вас умеют? Я могу отдать организаторам на флешке сбросить все эти молитвы. Спасибо. И вам, вас немного, вас немного, вам всем раздадут. Но там есть и мусульманские тоже. Да, ладно. Ничего, нормально? Да. У меня еще вот появилась недавно одна мусульманская молитва. Так она мне понравилась вообще. Шикарная просто, шикарная. Красивая. Красивая. Ну, такие я собираю самые эффективные на разных традициях духовных, разных вер. Очень мне нравятся. А можно еще вопрос? Да. Вот то, чтобы женщине творить по славу мужа, да, ей нужно с вами быть людей. А теологически, как бы, это нужно убрать осуждение. Конечно. Как это сделать? Как убрать осуждение? Есть два варианта. Можно и страха убрать, можно и знание. Ну, то есть, первый вариант из страха, это означает, что если ты кого-то судишь, значит, ты считаешь, что ты лучше этого человека в этом вопросе. Бог обязательно проверит. У меня есть один друг, он очень сильно осудил. То есть, у меня два друга, один из них бросил жену. Ну, неприятная ситуация совершенно. И второй друг так его сильно осудил. Сильно очень осудил. Ругал его вообще, о чем свет стоит. Ну, осудить означает, как понятно, что не то, что мы таким радуемся, что бросает жену кто-то друг. Просто надо по-доброму сказать, слушай, ты неправильно поступаешь, так нельзя. Ну, чтобы у него какое-то что-то в голову вошло знание. А он просто его ругал и перестал с ним строить отношения. Вот. Через пару лет он сам бросил жену. Ну, а даже в мысли. Почему он бросил? Потому что Бог ему сказал, ну, ладно, ты такой крутой, давай тебя проверим. Вот ты справишься в этой ситуации. Он дал точно такую же ситуацию. Точно такую же. И тут не справился. И тоже бросил. И страх, у меня возник страх. Я подумал, я не хочу людей осуждать, потому что мне не нужны такие ситуации в жизни. Зачем мне это надо? Чтобы получать такой же результат, потом не хочу. Это означает страх. Есть еще знание. Знание заключается в том, что если ты осуждаешь кого-то, то ты теряешь возможность быть успешным в жизни, потому что твоя психика привязывается к негативу. Понимаете, если человек об испражнениях постоянно думает, он духами не пахнет, понимаете? Он пахнет тем же самым. О чем человек думает, тем и пахнет. А такие люди никому не нужны, понимаете, от них воняет. Поэтому человек должен отвлекаться от плохих мыслей, от других людях. Для того, чтобы быть успешным просто человеком, это означает знание. Вот если, допустим, я сейчас плохо начну о ком-то думать, вы от лекции не получите счастье. Вы не будете счастливы на лекции. Вообще не будете испытывать счастье. Для того, чтобы вам испытывать на моей лекции счастье, я должен обо всех думать только хорошо. И тогда вам будет хорошо в этой атмосфере жить. Потому что я же создаю атмосферу своими словами. Я должен обо всех думать только хорошо. Тогда вам будет очень приятно в этой атмосфере находиться. Но если о ком-то плохо подумал, до свидания. Вы не будете счастливы. Как у вас получается думать? С помощью знаний. Я просто знаю результат. Если я стараюсь... Ну, понимаете, всегда люди делают плохо какие-то. Когда человек делает плохо, это к этому приковывается внимание. Ты начинаешь об этом думать, думать, думать. Вот мой помощник, я ему пять раз сказал, что давай как бы это, ну, все там проработай, чтобы мы пришли домой. И он не сделал этого. Мы заблудились. Видите, я так говорю вам, смешно, да? Потому что я не злюсь на него. Я простил, принял. Хотя это вызывает боль, это мысли об этом возникают. Как он мог вообще так сделать? Вам смешно, потому что я принял. И не думаю об этом вообще. Это испытание для меня. Ты говорил прощать на лекции на прошлом? Вот прощай. Бог, он любит испытывать. Он говорит, ты говорил про прощение? Ну, прощай вот у своего близкого человека. Давай сейчас прощай. А как быть, когда при тебе начинают осуждать и ругать кого-то? Не слушать, уходить. Переключать разговор. А если твое мнение, спрашивай? У меня есть один наставник, я как-то ему начал что-то говорить про кого-то, ну, так, не очень. Он такой посмотрел на меня и говорит, слушай, Олег Геннадьевич, а ведь мы, как бы, ведь мы вообще никого не осуждаем, правда? Я говорю, да, правда. Он меня моментально привел в чувство. По-доброму так он говорит мне. Не то, что меня осудил за то, что я осуждаю. А он, ну, так, мне задал вопрос просто. Говорит, мы же не осуждаем никого, как вот вообще? Я говорю, да, мы никого нет. И я говорю, его не осуждал. Он говорит, я понимаю, да. Так, мы закончили разговор быстро. А можно про молитву добавить? Добавить? Ваш опыт какой-то? Да. Давай. Да, конечно, конечно. Конечно, классно. Смотри, да. Я хотела сказать, что, наверное, результаты от молитвы, у них, кстати, кто-то как-то не замечает. И я заметила, когда мы были на одном дружине с мужем, и родственник, который он давно не видит, и они сказали ему, говорят, а что ты так говоришь про Бога, про святых, что-то с тобой случилось. Это они сказали. Я даже сама не заметила, но время пришло, я не замечала, что что-то у них изменилось. А родственники, которые это мы не видели, они заметили, что что-то у них изменилось. Мужа давно не видели, да? И вот они говорят, там у тебя на телефоне стоит вот там прощение Иисуса, и ты говоришь вот про святых, у нас там в Марках такие святые, летающие святые, и там есть, знаете. И у Мадонны у нас здесь, что Наполеон ее видел, по-моему, она ему глазами там проводила. И они так удивились, что-то с тобой. А я так думаю, вот это да. А он говорит, это мне такое, знаете, по интернету присылают, вот я ей рассказываю, что-то ты так ушел от этого. Ну, что-то так, вы знаете, вот как мужчины, они чувствуют, он не говорит, что-то ты плохо болишь, что у меня работы мало. Вот. Понимаешь, да. И еще у нас такая история, я не сильно могу сейчас, вот как-то я устала, и я... Вы из этой истории, женщины, вы какой вывод должны извлечь? Вы должны извлечь вывод, что вы никогда не увидите, что муж ваш прогрессирует. Да, да, да. Вам всегда будет казаться, что он на месте стоит вообще. А он меняется. Если посмотрите объективно, муж меняется, но женщина никогда не будет довольна им, как он меняется. Мало всегда. Мало, да, ну, конечно. И все равно мало, да? Нет, мало. Все мало. Она женщина, потому что она хочет все больше и больше. Она никогда не остановится. Вы должны радоваться, иначе вы расслабились. Она вам не даст расслабиться. Нет, это я уже понял. Я уже с этим... Я как бы смирился, но иногда у меня такое еще выскакивает, что как бы... Протест. Акция протест. Знаете, один мужчина ко мне подошел и говорит... Сейчас я дам вам слово, сейчас я скажу чуть-чуть. Ну, подожди чуть-чуть. Один мужчина подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, я вот, ну, как бы живу один, молюсь, развиваюсь как личность. Вот как вы думаете, когда, в какой момент, говорит, я уже не смогу один вот так жить, у меня будет семья, не смогу развиваться. Как это вообще, этот момент выглядит? Как это вообще происходит? И почему это происходит? Я говорю, по двум причинам. Первая причина, вот вы разовьетесь, как мужчина, такой сильный, станьте, такой ответственный, такой жизнерадостный, волевой такой, ну, классный, как мужчина, станьте. И в какой-то момент вы станете сильнее возможности женщин это терпеть, что вы до сих пор один. И в этот момент они на вас такую силу обрушат, что вам придется какую-то девушку полюбить. Ну, естественно, вам придется ее взять замуж. Говорю, это первая причина того, что вам придется жениться, неизбежно. Есть еще вторая причина. В тот момент, когда вы почувствуете, что у вас жизнь слишком счастливая, слишком хорошая, все у вас так классно одному, в этот момент у вас появится жена, которая вам даст возможность понять, что не все так классно. Ну, чтобы вы немножечко напрягались. То есть она вам будет создавать ситуацию, в которой вы будете развиваться. Когда мужчина один, он расслабляется сильно от того, что все так классно. Когда есть жена рядом, то не расслабишься. Вот две причины. Расскажите. А еще раз не история, которая серьезная. У нас была такая проблема большая. Уже перезабывать все машины. Ну, там суд был. А у нас денег на карката хорошего не было. Потому что просто мы просим хорошего заката. Мы пришли к любому там и он сказал самцу, этот процесс вы не берите, а мы их пока не делаем. Ну, а что делать? Кому просите заступить сюда? Я посмотрела, кто по правительству этот закатом, святой Игорь. Я его напечатала, поставила себе на каркат, ну и давай ловиться. И молюсь, молюсь там. Ну, не именно Игорь. И вообще молюсь, но я знаю, что вот это происходит вопрос как нему. Слушайте, проходит время. Этот процесс заканчивается. Мы знаем, что мы его не делаем. Это было столько цель. так заканчивается, что мы человеку, который был против моего мужа, ему присудили, платили 21 тысячи. Вообще ни за что. Он требовал денег, и он прав, тот человек. А ему это все так повернулось. Это было невозможно, но это было, ну, так получилось. И я так считаю, что это вот, это святой Игорь так вот меня заступил прям. И я так, и мне это серьезно, вот я чувствую, что это так. И я потом подумала, вот, что я могу делать вот как бы благодарным. И я подумала, это был святой, который был адвокатом и давал свои знания и защищать людей. Это свои беды. Мое хорошее, вам придется отдать микрофон. Спасибо. Потому что это уже ваша лекция, не моя. А, люди же на мою лекцию пришли. Ой, нет. У вас очень хорошая история, на самом деле. Я ее буду рассказывать, я ее запомнил. мне очень понравилось. И так всегда работает. Я тысячи таких историй знаю. Тысячи таких историй. Господь действительно действует. Он действительно меняет все в жизни человека. Надо просто включиться в эти отношения. Одна из историй похожих, я сейчас вам расскажу. Я когда приехал в Питер разок, меня на машине начали провожать муж с женой. Встретили меня организаторы, говорят, мы захотели, чтобы вы с ним поговорили во время дороги. Потому что они вам свою историю хотят рассказать. И так как не была лекция, у меня было много времени, я послушал эту историю. Была история такая, что как бы людей хотели отнять бизнес. Мафия. Есть итальянская мафия, есть русская мафия. 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 Ну, пришли это люди, эти сказали, как бы, отдавайте бизнес, иначе мы вас посадим в тюрьму. Вот. И они слушали мои лекции, они думают, ну, нет, мы не отдадим бизнес, мы будем молиться. И у них не было связи, никаких там, властей. Просто они молились Богу. И они прошли вот эти три стадии. Первая стадия, они успокоились, чувствуют, что они ничего не сделали. Те люди приходят, к ним угрожают, они смотрят на них, ничего им не отвечают и продолжают работать. Те устраивают проверки разные там, все, что-то пытаются делать, ничего у них не получается, потому что они молятся. На второй стадии, вторая стадия молитва называется влияние. То есть они начали находить кого-то сверху, каких-то людей, которые их выслушивали, и реально как бы понимали, что происходит. В результате, чем это закончилось, эти люди сами сели в тюрьму. Не они посадили в тюрьму тех, кто им не отдал фирму, а сами туда сели. Потому что эти люди прошли три стадии в молитве. И это была их судьба. Это по судьбе им было положено, что у них должны были разрушить фирму. Понимаете? Но они победили судьбу с помощью молитвы. И в результате судьба отступила. И эти люди получили наказание. Так действует всегда. Запомните, это всегда так работает система. Вот и женщина, то, что говорит, это указано на то, что у нее опыт, уже большой опыт в этой молитве. Потому что победа над судьбой не сразу приходит в молитве. Надо реально помнить о Боге во время молитвы. Тогда это будет именно так действовать. В основном человек... Это и у вас уже. Ну, понятно, что... Никто не соглашается. Когда я начинаю всех хвалить, все на меня стрелки переводят. То есть, ничего остается делать. Спасибо вам большое. На эту лекцию вы пришла? А почему? Не получилось, да? Нет, я не из-за этого. Потому что я хотела спросить про дочку. Она мне говорит, не спрашивая про меня. И у меня такой конфликт внутри меня. А лекция тут при чем? Ну, а я же знаю, а то сейчас уже нет. Вот видите, мы сейчас узнаем природу женщины. Если женщина говорит, я пришла злая мужу, даже она говорит, злая на тебя, это вообще ничего не значит. Видите, я сейчас изучил тему. Я, видите, я не обиделся, не расстроился, потому что как бы я старался читать вчера лекцию, я мог бы расстроиться, да? Я почему не расстроился? Потому что я знаю, когда женщина что-то говорит, надо очень сильно проанализировать это. Я начал анализировать. Оказалось, что она злая вообще не на лекцию пришла. Хотя она сказала, я злая на лекцию. И она так и думала. Но она злая была не на лекцию, она дочка. Поэтому, мужчины, вы когда, ну, женщину, жену свою слушаете, не верьте ушам своим, если она вам что-то говорит. Потому что в 90% это оказывается не так, как вы услышали. Нужно всегда все фильтровать. Женская природа такая. Это нормально. У меня жена иногда говорит, мы вообще с тобой несовместимы, мы с тобой зря поженились. что это означает по факту. Ну, мы с ней давно живем, я знаю, что это означает. По факту это означает, что у нее сегодня плохое настроение, она устала. Вот. И так как она устала, у меня жена, когда устает, ей хочется быть одной. Просто. И когда я мимо прохожу, она нервничает, раздражается и начинает говорить вот такие вещи. Как я реагирую на это? Я говорю, моя дорогая, тебе надо точно побыть одной, отдохнуть. И ухожу куда-то, занимаясь своими делами. На следующий день она меня видит, говорит, я так рада, что ты у меня есть. Я говорю, а вчера ты говорила, что мы зря как бы вместе. Я шутить начинаю с ней. Она говорит, ну, я же вчера это говорила, потому что я устала. она мне говорила. Мужчина, если женщина сама не верит тому, что она говорит, тогда зачем вы в это верите? Надо спокойно относиться к словам, не обращать внимания. И тогда она будет счастлива, она будет любить, потому что ее слова, это означает просто эмоции. у них нет чего-то глубокого. Глубокое наступает, когда мы неправильно реагируем на женщину, тогда она уже вообще не говорит. Когда женщина уходит, она ничего не говорит. Она молча это делает. Если она говорит, значит, она не уходит. Если женщина не любит, она не будет об этом говорить. если говорит, значит, любит. Ладно, ваш вопрос. Мой вопрос такой, поскольку говорилось об отношениях к другим, в этом родах его взятые, я, например, очень общительная, все время получаю радость, Это хорошо. Это хорошо. Я выполняюсь счастьем, когда я даю добро, помогаю этому стилю жизни. Но проблема в том, что я несчастлива сама собой. То есть я очень к себе очень и критична. Это женская тема тоже. Женская тема. Сегодня стала недовольная. Ничего не получается, да? Ничего не получается, все плохо. Бегать не хочу. Ленивая. Встала плохо. Встала поздно. Олег Геннадьевич говорит, что надо вставать рано. Я встала поздно. Бегать не хочу. Ленивая. Все плохо, поэтому у меня. Я вообще плохая. И иногда считаю, что именно в нашей личной жизни не получается из-за этого, что... Что вы плохая, да? Нет. Если вот у меня сейчас недавно просто-напросто так отказали. Понравился человек, все было хорошо, потом я была... Я очень откровенная и сказала, что у меня недавно был мужчина и рассказал все время на этом... Да, вот это глупость. Это глупость. И он разрубил... Если вы с кем встречаетесь, не надо рассказывать, что у вас там было с другими. Это глупость вообще. Зачем об этом говорить? Близкие отношения с человеком это интимные отношения. И вот даже если он вас спрашивает о том, у вас вообще какие-то чувства были, это подстрекательный такой вопрос. У тебя к какому-то мужчине были чувства, этот вопрос означает, ты только меня вообще любишь или еще кого-то любишь вообще в жизни. И надо сказать, а никаких чувств ни с кем не было. Вообще никаких чувств ни с кем. Только с тобой чувства, все. И хоть это и не правда, для него это будет правдой. Ему это лучше, понимаете, чем вы будете рассказывать всякую ерунду ему. значит откровенность должна быть фильтрованной. Вопрос в том, как повысить уважение к себе и... Это не называется уважение к себе. Сейчас психологи многие говорят уважай себя, уважай себя. Один люби себя. Один лектор говорит, для женщин есть другая молитва. Я желаю себе счастья. И начал повторять женщинами. Потому что женщины постоянно всем желают счастья, они отдают себя. Женщина иногда должна так же себе начать. И женщинами садится и повторяет. Я желаю себе счастья. Женщинам очень понравилось. Абсолютно неправда. Потому что это вообще неправильная идея. Завтра мы будем об этом говорить. Нет никакого уважения к себе. Господь живет в сердце человека и он его уважает. Если мы делаем как надо в жизни, у нас чувство в сердце, что все идет хорошо в моей жизни, все нормально. А если мы делаем как не надо, тогда у нас включается совесть и чувство, что что-то не то идет в жизни. Понимаете? И когда ты уважаешь это чувство в своем сердце, это тоже означает достойное поведение. Если человек извиняется, разве он недостойный? Он очень достойно себя ведет. Да, человек извиняется очень достойно. Только надо извиняться с радостью, надо радоваться этому процессу, надо понимать, что это хороший процесс. Некоторые извиняют, значит, проиграл, типа, я плохой. Нет, надо радоваться, извиняюсь. Надо быть счастливым, извиняюсь. это означает, что ты достойный человек. Сейчас послушаем, как с радостью извиняться. Я понимаю, что вы не удовлетворены моим ответом. Я вам скажу, что делаете. Не волнуйтесь. Всему свое время. Сейчас вы узнаете. Все нормально. Слушайте песню. Простит? Нет. Она простит. Не простит. Потому что женщина простит на пятый, шестой раз. Надо продолжать. Я так делаю. Я прошу прощения у жене, хотя вообще не считаю себя виноватым. И она мне говорит, ты на лекциях мне сказали, ты говоришь, что ты когда у меня прощение просишь, ты тебя не считаешь виноватым. Я говорю, нет, я считаю себя виноватым однозначно. Хотя я не считаю себя виноватым. Я ее обманываю в этот момент. Потому что я знаю, что надо просить прощения всегда человеку. Виноват он, не виноват, всегда надо просить прощения. вот. И она говорит, прощу, но не сейчас. Потому что ей очень долго, медленно прощать. Женщина не может сразу прощать. У ней психика очень тугая внутри. Если она обиделась, она медленно отходит. Я потом прошу прощения, подхожу к ней второй раз. Она говорит, завтра прощу. Уже конкретно мне ставят. Я потом третий раз подхожу, прошу прощения. На третий раз обычно она меня обнимает и говорит, спасибо тебе большое. Понимаете? То есть женщина просто их хочет просить, но не может. Потому что так у нее устроена психика, она очень тугая психика, она медленно меняется. поэтичный отказ такой. Я то прощу, а вот цветы не простят, которые слышали то, что ты сделал вообще. Итак, ответ на ваш вопрос уже. Вы беспокоитесь не о том, что вы плохая, а о том, что вы не знаете, как себя заставить быть хорошей. Вы страдаете из-за непонимания своей женской природы. Потому что женщина иногда она живет прошлым. Понимаете? Потому что в прошлой жизни вы были мужчиной и еще не поняли, что в женское тело попали до сих пор. Понимаете? Проблема заключается в том, что вы не знаете, что женщина не должна себя заставлять. Она не должна себя обвинять в том, что она ленивая. Она должна просто включаться в процесс отношений. Нужно, если стало грустно, нужно позвонить другой женщине и пообщаться с ней и ваша грусть пройдет. Если вы считаете себя плохой, позвоните женщине другой и скажите, я такая плохая, я не могу рано встать с постели. Она вам скажет, да ты у меня такая хорошая, да мы встанем с тобой запросто завтра рано, вообще без проблем. И вы на следующее утро сможете рано встать, потому что вы ей пообещали. Понимаете, потому что если женщина кого-то любит, она для этого человека что хочешь сделать. Вот у меня жена вообще не любит рано вставать, поздно встаю всегда, но если меня надо провожать дорогу, она встанет очень рано, сама без всякого будильника, потому что она как бы из любви это делает. То есть женщина из любви к кому-то готова все делать, что хочешь. Поэтому вы не поняли, что вы женщина просто. вы себя издеваетесь над собой, над своей женской природой. Понимаете, именно то, что женщина ленивая, она поэтому и красивая. Если бы она была не ленивая, вот есть не ленивая женщина, не красивая. Женщина что значит красивая? Значит расслабленная такая. означает красивая. Всем нравится расслабленная женщина. Означает красивая. Расслабленная означает ленивая также. Вот дальше. Понимаете, если бы женщина была волевая, такая, волевая, да, она была тоже некрасивая. Потому что женщина нравится своей беззащитностью. Вот вы сейчас поплакали, стали очень красивой. Когда женщина становится беззащитной, она очень красивая в это время. Потому что это ее красота беззащитности. Таким образом, есть, понимаете, в женщине тоже очень много хорошего. Но надо в себе это узнать. Вы сопротивляете своей женской природе. Вы себя считаете неэффективным человеком. Потому что вы не знаете, как она действует. Женская природа действует в любви, в отношениях. Если ты поняла, что ты ленишься, это значит, тебе не хватает общения с женщинами. Это тебе не значит, что тебе не хватает силы воли. Если ты чувствуешь, что ты не развиваешься, у тебя не хватает молитвы, допустим, не хватает правильной жизни, ты срываешься в еде, не то ешь там на ночь, что надо съесть, да, это значит, что тебе не хватает общения с женщинами, больше ничего не значит. Ты не должна себя заставлять, потому что от этого будет еще хуже только. если женщина заставляет себя не есть на ночь торт, то это приведет только к одному результату. Она съест этот торт именно на ночь и потом будет плакать сидеть. Почему? Потому что когда женщина совершает над собой насилие, она не может это себе вообще простить. Женщина все должна делать из любви, из вдохновения. Не можете вставать утро, послушайте лекцию. Одна женщина сделала вместо будильника мой голос, и там какую-то песню пел утреннюю. Нас утром встречают прохладой, вот примерно такой. Она включила. И рано вставать начала, потому что она вдохновлялась, она когда слушала голос, и так радостно было слушать, она вставала сразу. Все. Через любовь очень хорошо женщине жить. Но если вы хотите себя заставить, насилуете себя, то это неправильное мышление просто. Я вам сказал, как правильно. Вам надо понять, как устроена ваша психика. У нас есть такое понятие молитвенный ретрит. Мы когда молимся, я даю женщинам один настрой на молитву, а мужчинам другой. Например, мужчины во время молитвы должны побеждать судьбу, а женщины должны думать о том, что все побеждали судьбу. Они не должны думать о том, что они побеждают судьбу. Они должны настраиваться так, что они желают всем победы. И тогда у женщины получается побеждать судьбу. Она как бы не сама побеждает, а всех вдохновляет своими мыслями на это. Разный совершенно настроен. Если женщина будет думать, я побеждаю судьбу, она с ума сойдет просто. все понятно? Из-за этого не получается иметь стабильное отношение с мужчиной. Мои хорошие, мои дорогие друзья, поймите такую вещь, что завтра мы с вами будем говорить о том, как иметь стабильное отношение. Есть такое понятие чувство собственного достоинства. Это не самоуважение, это другая вещь. Мы будем ее изучать. Что такое чувство собственного достоинства? И это чувство дает возможность на колени любого мужика положить. Понимаете? Если оно у вас будет работать правильно, никто перед вами не устоит. а как чтобы оно работало правильно, мы завтра будем с вами изучать эту тему, потому что она очень важная. нам пора заканчивать, мои хорошие. Мне уже дают сигналы, знаки показаны. У нас ави Мария так не появилась, да? Тогда придется под другую музыку повторять. Я желаю всем счастья. За вчерашнюю, да? все сели прямо. Сейчас мы немножко настроек почитаем. Потом я вам раздам конфеты, фрукты и цветы, а потом внизу мы с вами пообщаемся еще. это молитва отче наш на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос. Ее поет отец Серафим, это друг моего друга. У меня есть знакомый монах, который мне дал отец молитва, отец Спасибо. Сейчас, секунду, я найду ее. Абву, 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 я найду ее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо.